Реклама И я первым приглашаю Александра Сергеевича Булатова, доктора экономической наук, профессора ГИМО, исследования иностранных инвестиций в советской и российской академической науке. В.ПУТИН. Вероятно, было очень много статей, невероятно точно, но так как у меня ретроспективный подход за несколько десятилетий, то, наверное, вы поймёте меня, что я останавливался только на монографиях, на толстых, тонких, но монографиях. Поэтому я заранее приношу извинения за то, что, может быть, я невольно сузил и круг авторов, и коллективов. Ранние советские исследования иностранных инвестиций. Возможно, была только марксистско-ленинская теория. Другие теории, если вы их приводили, то вы должны были их разбирать и критиковать. Без критики было невозможно этих теорий. Тем более... А, хорошо, хорошо. Теперь, в принципе, сама по себе марксистско-ленинская теория, так же, как и коммунистическая теория, она, конечно, вышла из, я имею в виду экономическая часть, из классической политэкономии. Говоря по-другому, те идеи, которые мы использовали, работая в советское время, они вышли, наверное, даже не от Маркса пришли полностью, а отчасти, вероятно, от классиков. Потому что в основе марксистской теории вывоза капитала лежит классическая идея о его избытке. Относительном, конечно. То есть, в своей стране, если ты его прикладываешь, то ты можешь получить меньшую норму прибыли, потому что капитала много. А если ты его возишь в отсталые страны, то ты получишь более высокую норму прибыли. Теперь, вот будущий академик с 29-го года. За какие труды, я боюсь сказать. Бухарин, интересный человек, был ярым сторонником военного коммунизма, а потом стал ярым сторонником такого вот квазирыночного хозяйства типа НЭПа. И со Сталиным на этой почве и разошелся. Ну, я понимаю, что человек может менять точку зрения, но уж больно ярым выступал то за одну, то за другую точку зрения. Вот. В 15-м году он написал брошюру, которую Ленин редактировал. И заимствовал идею Маркса в ней о перепроизводстве капитала, избыточная часть которого идет за рубеж. И заимствовал идею Миля 48-го года, 848-го года, о том, что движение капитала позволяет преодолевать таможенные барьеры, которые трудно преодолеть, если вы продаете товар. А если вы организуете производство этих товаров на месте, то тогда вы этот барьер как бы минуете. Вывоз капитала осуществлялся монополиями великих держав, что правильно для того времени. И правильная идея, что вывоз и ввоз капитала приобретают большое политическое значение. Но, конечно, брошюра Ленина, по которой, если кто-то занимался движением капитала, она, наверное, до сих пор может быть расценена как достаточно глубокая и интересная эта брошюра. Империализм как высшая стадия капитализма. Она, конечно, написанная в следующем году, в 16-м году, она поглубже, чем работа Бухарина. Ленин поддерживает идею, что избыток капитала – это основа движения капитала. Но вот, наверное, в отличие от классической теории, и это сильно мешало советским исследователям, в следующей работе «Империализм и раскол социализма» я здесь не указал год. Это тот же самый 16-й год, но уже конец 16-го года. Он утверждал, что империализм – это умирающий капитализм, переходный к социализму. Ну, ладно, это можно было бы сбросить на пропаганду, но вот фраза, что вывоз капитала есть паразитизм в квадрате, она, наверное, сильно мешала советским исследованиям. Ты занимаешься тем, что заведомо является плохим явлением – паразитизмом в квадрате. Всё. Но интересно, что, будучи реалистом и написав о паразитизме в квадрате, в то же время Ленин ратовал, чтобы этот паразитизм приходил в страну, а именно был активным сторонником концессий. Более того, есть кое-какие воспоминания людей, которые говорили, находящихся у власти в то время в Советской России, что если бы не Ленин, то, вероятно, мы бы на концессии не согласились. Итак, он был сторонником концессии. В основе этой идеологии лежала частично здравая идея о том, что в измученной и мировой, и гражданской войной страной иностранный капитал необходим, а с другой стороны и вот такой вот, как это сказать, нехороший подход. Вот они будут драться за природные ресурсы России, а мы их будем стравливать. Противоречия между ними, и мы будем ими пользоваться. Ну, концессии подразумевали, приходи, работай до конца концессии. Но право собственности будет принадлежать государству и во время концессии, и после концессии. Естественно, что на таких условиях удалось привлечь всего 103 концессии. Одновременно создавались наши общества внешнеторговые за рубежом, которые помогали нашей внешней торговле. Их тоже можно отнести, их можно отнести к вывозу капиталу. Но здесь произошло следующее событие. Пока мы создавали эти компании за рубежом и главным образом обращали внимание на концессии, произошел кризис, который очень сильно ударил по международному движению капитала. И начиная с 29-го, ну, наверное, по началу 50-х годов. В принципе, этот процесс стал очень, ну, не мизерным, конечно, но сильно уменьшился в объемах. Говоря по-другому, движение капитала в мире стало не таким значимым явлением, как раньше. Отсюда и неуспех концессий, и ситуация в мире, они ослабили интерес и в мире, и в России к международному движению капитала. Но когда в 50-е годы движение капитала в мире вновь воспряло, то вышедшая из опалы Варга, один из венгерских, 20 с лишним комиссаров Венгерской Советской Республики, в своей книге «Основные вопросы экономики и политики империализма» уделил достаточно много этому явлению. Но было написано сугубо ортодоксально. Говоря по-другому, вот от мыслей и идей, и методологии Ленина в его брошюре «Империализм. Как лучшая стадия капитализма» Варга не отступал. Солодовников. Довольно толстая книга, но я помню ещё со студенческих лет, что читаешь эту толстую книгу и не получаешь, как это сказать, каких-то больших мыслей, помимо вот ленинской брошюры. То же самое с книгой Калантае, хотя она интереснее, потому что была сосредоточена на движение капитала, на ввоз капитала в развивающиеся страны. Вот, опять же, сугубо по ленинским рельсам написал две свои книги бывший учёный-секретарь Института экономики, а затем и министр иностранных дел, Андрей Андреевич Громыко. Одна из этих книг у меня есть, она достаточно толстая, но всё это по-ленински. Единственное, что отличало эти работы от ленинских, то, что вот ленинские идеи, они оснащались большим количеством фактов. Так же, как вот и по движению капитала, так же, как и по, наверное, анализу международных монополий. Для меня, например, тогда аспиранта, важным событием, да я так видел, и в МГУ, что это произвело большое впечатление. Был выход двухтомника ММО, политэкономия современного монополистического капитализма. Почему события? Не отходя от ленинских идей, эта книжка содержала, ну, не то, что другие идеи, но она была попыткой их развить. Говоря по-другому, это была попытка не просто пересказать ленинскую теорию, основанить её фактами, и какими-то другими вещами, и статистика, а была попытка продвинуться дальше. В этом смысле, в этом смысле она была интересна. Здесь у меня небольшой сбой. Я написал, что Иванов в своей книге нет. Глава о вывозе капитала была написана Юдановым, Хессиным и третьего автора, к сожалению, я забыл. Здесь у меня небольшой сбой. Эти три автора в главе о международном движении капитала попытались развить идею следующим образом, маршистско-ленинскую идею, маршистско-ленинскую теорию о движении капитала, что он не только в развивающиеся страны, как раньше полагали классики, но и между развитыми странами движется, что нет тенденции нормы прибыли к понижению. И здесь, я помню, в МГУ была большая дискуссия. Я бы сказал, что еще заметную вклад внес Иван Дмитриевич Иванов, который в последние десятилетия своей работы в основном занимался международными монополиями. Немало авторов вне рамок Академии наук из вузов Голосов, Миронов, Ушаков, Мусатов писали о движении капитала. И, в принципе, к концу 70-х годов складывалась такая картина, что эти авторы не переходили на западные теории, не стали их пропагандировать или не стали их сторонниками, но они уходили все дальше и дальше от марксистско-ленинской теории. И вот этот вот перелом, конечно, произошел в 80-е годы, потому что и в теоретических трудах, ну, если можно назвать теоретическим, конечно, программу «500 дней» и другие работы, которые были выпущены, я здесь их перечисляю, здесь уже прямо был переход на то, что вывоз капитала – это хорошо, иди, иди к нам. Дальше бы я упомянул в 80-е и 90-е годы книги, которые написал Иванов. Вероятно, надо отметить и Глазьева, потому что он выступал и выступает за регулирование вывоза капитала из России. И, наверное, из самых последних работ я бы отметил и такие работы, как работы Института экономики, конечно, работы Института мировой экономики, в частности, работу Алексея Владимировича, и из Института мировой экономики, конечно, работы Ихейфица, и Михаила Юрьевича. Вот я здесь написал об этих работах. Мне кажется, они достаточно актуальны и интересны. Они, наверное, свидетельствуют о том, что мы в какой-то степени развиваем теорию движения капитала. Но, в конце, если быть немного скептиком, каковым я и являюсь, наверное, то ситуацию с исследованиями иностранных инвестиций в России, наверное, можно характеризовать так. Есть небольшие продвижения в теории, есть приличное знание этих теорий, а их достаточно много, движения капитала. Но пока что ощутимого вклада и в теорию, и в прикладные исследования движения капитала российская наука не внесла. Это немного странно, потому что, в принципе, здесь несколько сотен миллиардов долларов находились до 1922 года, и там наших несколько сотен миллиардов долларов. Вот. Я думаю, что здесь, наверное, сказывается традиционная инвестиционная черта российской науки. Специфическая страна требует внимания к ее специфическим чертам. Для нас это важно. А для них, для мира, это не так интересно. Вероятно, минус заключается в том, что очень много на этом поле исследователей из вузов, что, в принципе, неплохо. Но обычно это работа низкого качества. А с другой стороны, это, наверное, общая болезнь российской социальной и гуманитарной науки. Мало прикладных исследований. Здесь можно рассуждать, почему я бы ответил, если будет вопрос, но их мало. И, конечно, слабое знание математики. И еще удивляет то, что все берутся исключительно за прямые инвестиции. Хотя статистика и движение капитала в России и в мире говорит, что никогда эта форма не набирает 50%. Большая часть падает на другие формы. То есть на прочие инвестиции и на порционные. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Александру Сергеевичу. Да, Виталий Юрьевич. Только в микрофон. Давайте я буду подносить его. А иначе у нас запись просто не будет идти. Разрешите, пожалуйста, узнать, а при анализе инвестиций зарубежных делается ли попытка вскрыть природу этих инвестиций, источник этих инвестиций? Во времена Ленина, тем более Маркса, может быть, это и был переизбыток. Или они думали, что когда-нибудь развитие капитализма придет переизбытку. Но сейчас мы знаем, что мыльные пузыри раздувают на пустом месте. Так же, как и во многих других сферах экономической науки, здесь в области международного движения капитала единой теории нет. Поэтому существует набор теорий. когда мы сейчас пробуем объяснить, от чего капитал переливается между странами, наверное, исходим из такого отростка неоклассики, который называется теория фирмы. Если у вас есть хорошая фирма в России под названием «Лукойл», то, в принципе, у нее два пути, если она растет. Или захватить весь российский рынок, что безумие. Или развиваться в России и одновременно переливаться за рубеж. В Ираке попробовать свои нефтеперерабатывающие заводы в европейских странах, тем более, что это связано с добычей нефтелукой. Такая же ситуация происходит и в других развитых странах. Более того, происходит и в развивающихся странах, где в соответствии с теорией фирмы отдельный компаний растут и внутренний рынок им становится тесным. Они вывозят капитал за границу, то есть создают там предприятия. Вот, пожалуй, наверное, основной вопрос. А природа, он задает вопрос о природе, изучается природа этого капитала, откуда он взялся? А что вы имеете в виду под природой? я продолжу тогда, Глотов Сергей Александрович, тоже сотрудник нашего института. Да, природа капитала. Природа капитала вы сейчас поясните, но все, что вы говорили, и в том числе Ленин, это все, наверное, было так. А сейчас особенно актуально, но империализм, как высшая стадия, все это перестается. Первый вопрос, природа капитала, олигарх вывез на Кипр, потом реинвестировал в нашу экономику в лучшем случае, или теперь он просто арестован? почитайте послание президента, там Путин говорит 29-го числа. Я прошу прощения, не надо про президента, это для нас здесь не самая большая истина. Мы вам поможем вернуть эти деньги. Вот это природа, первый вопрос, природа, да, этого капитала. Нас обобрали, вывезли на Кипр, потом реинвестировали, а теперь даже реинвестировать не могут. Как это понимать с точки зрения политэкономии, капитализма? Если вы спросите у столпов экономической теории ныне живущих, что такое природа капитала, то я думаю, что вы получите, если вы десяти будете спрашивать, десять разных ответов. Можно? Марксистский ответ может быть одним из них, но он не единственный и не самый главный преобладающий в мире. Теперь, я приводил пример Лукуйла. Поставьте себя на место Багиты Олег Первого и его семьи, которая создала эту фирму. Ну, понятно, что она национализировала, фактически, приватизировала бывшие советские активы, что вам не нравится. Теперь, у этой компании нет возможности потеснить остальные нефтяные компании на российском рынке. как ей развиваться? Это самая успешная из крупных российских нефтяных компаний. Как ей развиваться дальше? Вот она растет, у нее прибыль получается, люди, которые в ней работают, зарабатывают хорошие деньги. Как ей дальше развиваться? Идти в жилищный бизнес, в нем они слабо плавают. Идти в IT, у них нет хороших специалистов. Естественный путь для любой компании это развиваться в том направлении, где ты компетентен. Получается дальше, что есть шансы построить завод в Болгарии, который будет перерабатывать русскую нефть, что они и делают. Это одна вещь. Теперь другая вещь. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Я говорил про котлеты, теперь про мух. У вас ситуация такая. Или вы в ходе ускоренной приватизации получили большие активы Липецкого металлургического, Новолипецкого металлургического завода, а публика 30 лет спустя по-прежнему этим недовольна. И возможно правильно недовольна. Как себя обезопасить? Значит, права собственности надо перевести на Кипр. Тогда, если вы меня из Кремля национализируете, то тогда вы будете бороться с Кипрским судом, который обычно эти дела отсылает в Лондон. А в Лондоне там собаку съели на спорах между инвесторами из разных стран. Значит, вот уже я воздвиг себе барьер. Второе, с помощью своей кипрской компании, конечно, я могу перегонять прибыль. Очень успешно туда на Кипр и дальше себе в карман. Это один вариант, Новолипецкий завод. Второй вариант, я новая компания, я развиваюсь успешно в IT-бизнесе, предположим. Но уж больно вокруг меня много местных мух под названием силовики, которые хотят захватить мой бизнес. Как обезопаситься от силовиков? Опять же, завести права из своей, ну, условно, Тюменской, Иркутской, Ростовской области туда, на Кипр. Но теперь ситуация получается такой, что меня Европа будет преследовать на Кипре. Кремль предлагает компромисс, создав в Калининграде и во Владивостоке вот две такие гавани, специальные районы, в которых ты формально можешь перевести права собственности из Кипра или из других вещей. Правда, при ряде условий, что вначале ты обязан большую достаточно сумму инвестировать в Россию. Вот такая ситуация получается, что Лисин пошел по третьему пути. Он перевел права собственности с Кипра, догадайтесь, куда? Куда? Надо изучать. Это изучать. Я понимаю. Нет, нам можно догадаться. Он перевел эти права в Эмираты. Не уверен. Не уверен. Эмираты тоже под сильным американским давлением. Асенат Сергеевич, третий вопрос от молодежи. И дальше двигаемся в следующий доклад. Большое спасибо за Ваш доклад. Анастасия Кремовна, научный сотрудник отдела философии. Скажите, пожалуйста, вы заявили о том, что у нас в России низкий уровень экспертной оценки, потому что плохое знание математики. Хотела бы уточнить для расширения кругозора, какая математическая школа на данный момент в мире, релевантно описывает экономический процесс. Спасибо. В целом экономические процессы? Что это такое? Касаемо инвестиций. А, касаемо инвестиций? Не могу ответить, наверное, потому что сам слаб в математике. Анастасия Сергеевич, да, я бы с философами согласился, что как раз в области прямого, например, инвестирования математика пока ничего хорошего особо не дала, но это действительно приводит к тому, что из мейнстрима часто эти исследования просто выкидываются, ну, по формальному принципу. Это правда. Большое спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. Да. Владимир Владимирович Миловидов, доктор экономической наук, доцент, представляющий Имамуран и МГИМО «Опыт исследования международных финансов в российской академической науке». Ну, я предваряя свое сообщение, должен сделать оговорку, что, конечно, тема настолько широкая и включающая в себя множество фигур, писателей, ученых разных сфер науки. Более того, конечно, я думаю, что так или иначе мы все будем называть очень похожие фамилии, имена, если мы будем обращаться в историю. Поэтому, размышляя над этим, я решил построить свой доклад, может быть, не в таком библиографическом ключе, сколько попытаться, может быть, где-то с иронией, где-то провокационно скрупировать исследователей, которые в той или иной степени проявили себя на ниве изучения современных финансов, им в том числе современных финансов. Но здесь мы должны понимать два момента. Первое. Конечно, термин международной финансы термин новый. я о нем узнал в 2011 году, когда стал руководить кафедрой международных финансов в ГИБО. Всегда как-то финансы и финансы. И второй момент, конечно, стоит в том, что зачастую изучение финансов российских и международных в российской истории, они пересекались. и точный раздел провести между финансами внутренними или международными очень сложно. И, наконец, третье, четвертая оговорка стоит в том, что, конечно, мы будем вынуждены обратиться и к исследованию общих вопросов экономики, политической экономии, которая тоже задавала свой тон в подходах к изучению финансов. Вот здесь графики, которые взяты из ресурса Google Ingram Viewer, который позволяет оценить употребляемость тех или иных терминов и выражений в литературе, в том числе в русскоязычной литературе, начиная с 1800 года. И мы увидим, что преобладающие термином в русской литературе, русскоязычной литературе на этом интервале по 2019 год были банки. На втором месте это кредит со всплеском в 20-е, 30-е годы финансы в меньшей степени и биржа, так сказать, на более низком уровне популярности. Если мы посмотрим и сравним терминологию международной финансы, теории кредита, финансовой теории, то мы увидим как раз то, о чем я говорил, что использование термина международной финансы мы наблюдаем особенно с 80-х годов, всплеск в 2000-е годы, а вот кредит, что интересно, я, может быть, к этому вернусь в ходе выступления, яркий всплеск использования, во-первых, вот в середине 19-го века и в 20-е и 30-е годы уже 20-го столетия. Ну, как я уже сказал, учения пересекались, есть много различных, так сказать, подходов, есть академическая наука, которая неразрывно связана с университетской наукой. Короче говоря, о том самом провокационном подходе, которому я сказал, я поделил сегодняшних, так сказать, представителей на 4 категории практики, концептуалисты, прагматики и гуманисты. Начнем с практиков. И начнем я с истории. В этом году исполняется 200 лет создания особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов. Это, по существу, был первый российский мегарегулятор финансового рынка, который взял на себя регулирование биржевой торговли, страховых компаний, банков. И во главе этой организации в том числе стояли люди не чуждые для науки, такие как Гегемейстер и Небальсин. Юлий Андреевич Гегемейстер это член корреспондента Интерператорской академии наук, написавший в 1830-31 годах «Изыскание финансов в Древней России», который, в общем, считается одним из таких родоначальников вот этой вот финансовых исследований, истории финансов России, в которой он показал тесную связь финансов вообще с политической жизнью. И вот здесь закладывается один очень важный тренд, который потом протягивается и даже усиливается на протяжении многих лет, то, что все-таки финансы понимаются именно с точки зрения политической власти, государства, управления ресурсами государства и развитием именно государственности как таковой, имея в виду под этим в конечном счете государственный бюджет. Григорий Павлович Небальсин, действительно член русского географического общества, в 1940 году опубликует книгу «Банки и другие кредитные установления в России иностранных землях», где он сравнивает фактически процесс становления западных банков, начиная с XII века, появление Венецианского банка, и прослеживая эволюцию до современных ему финансовых институтов. И сразу могу сказать, что вот эти исторические исследования как Егемейстера, так и Небальсина, они, конечно, во многом носят такой описательно, как я уже сказал, исторический характер. В них нет Александра Сергеевича ругала за отсутствие теории. Здесь, конечно, не было какой-то теории, но они ценны тем, что они формируют представление о том, как вообще эволюционировала международная и в том числе российская финансовая система. Конечно, в числе практиков мы должны вспомнить и одного из управляющих государственным банком Ломанского Евгения Ивановича, который стал автором статистического обзора операций государственных кредитных установлений с 1817 по 1854 год. Это, по существу, было первое статистическое изучение российских банков, опять-таки российских, но Россия довольно плотно всегда была интегрирована в международные финансовые, так сказать, потоки, и она ценна тем, опять-таки, с исторической точки зрения, как в России развивались банки. Не могу не вспомнить, конечно, и работу бывшего министра финансов Конкрина Егора Францевича «Очерки политической экономии и финансии». Кстати, сказать, есть исследователи, которые считают, что Гиги Мейстер одним из первых начал в научной литературе использовать термин «финансы», а вот как мы видим Конкрин, который написал работу позже, но тем не менее использует термин «финансия». И в ней опять-таки проводятся мысли на примере международных финансовых институтов, на примере международных финансовых операций о том, что все-таки финансы являются уделом государства, это именно государственная сфера деятельности и управления государством. И этот тренд является очень важным. А вот очень интересный исследователь, государственный деятель Николай Семенович Мордвинов, который стал первым министром флота российского, если мне не изменяет память, написавших книгу рассуждений о могущих последовать пользах учреждений частных по губерниям банков, где он ратует за создание губернских банков в России, но работа интересна тем, что она большая часть этой работы содержит в себе сравнительный анализ финансовых систем Франции и Англии, и будучи поклонником английского опыта, знаток английского языка, Мордвинов очень активно продвигает опыт Англии. Но вообще Мордвинова можно считать первым российским монетаристом, потому что он утверждал и настаивал, что вообще все блага государства и его развитие и цивилизованность государства во многом зависят именно развитие денежной сферы, развитие денег и именно управление деньгами является наиболее важной наукой и всех действующих в государственном составе сил первейшую должны признать денежную. Концептуалисты. Это очень большой круг людей, которые, будучи уже сфокусированными на развитии теории финансов, они фактически закладывают фундамент сначала не марксистской, а потом их подхватывают и последователи марксистской теории финансов. И вот этот всплеск 20-30-е годы терминов кредит, он тесно связан в том числе с деятельностью вот этих наших новых уже тогда советских, вышедших из российской истории концептуалистов, которые действительно фактически подводят к тому, что есть теория кредита, которая является частной сферой деятельности и есть финансы, которые являются государственной сферой деятельности, сопоставляя и развивая эту идею. И вот эта парадигма, она достаточно сильно укореняется в литературе, посвященной финансам и добавляется в 20-е и 30-е годы еще и носителями идеи марксистского анализа теории кредита, судного капитала, построенная на классовых основаниях и в общем значительной степени разделяющие разграничения между социалистическими финансовыми и марксистскими финансовыми институтами и процессами и западными. Ну и здесь, конечно, нельзя не вспомнить и академика Трахтенберга, и известного автора книг Энна Хаяковича Брегеля и, естественно, Захария Винимича Атласа, по которому, может быть, даже кто-то здесь когда-то учился по этим книгам. С особым чувством хочу сказать о тех людях, которые, я считаю, прагматиками. Это, конечно, большая плеяда советских ученых-экономистов, которые работали в тогдашнем институте США и Канады, работали в нашем институте мировой экономики и международных отношений, которые внесли колоссальный, я считаю, вклад именно в прагматическую, прикладную линию изучения финансовых институтов, финансовых отношений, кредита в мире. И среди них, конечно, это и Аникин, Андрей Владимирович, и Шинаев, который потом работал в Институте Европы, и Хесин, Ефим Смыслов, Дмитрий Васильевич, Усоскин, Энтов Револьд Михайлович, ныне здравствующий Королёв Иван Сергеевич, Матюхин, Георгий Гаврилович, Андруев и так далее, и так далее. И, конечно, сегодня уже Александр Сергеевич упоминал фамилию Владимира Тиховича Мусатова, который работал в Институте США и Канады, Алёхина Бориса Ивановича, который он не вспоминал, но я вспомню, это люди, которые уже в первые годы, так сказать, уже нового времени, реформ, благодаря своим глубоким исследованиям биржи, потоков капитала и так далее, сыграли большую роль в становлении нашей финансовой системы. Ну и, конечно, Борис Григорьевич Фёдоров, который тоже работал в Институте мировой экономики и международных отношений, научным, старшим научным сотрудником, который впоследствии стал выдающимся государственным деятелем, тоже, так сказать, имел значительные работы и вклад в развитие не только теории, но и практики финансовой деятельности. Но более приятная для меня группа, и, так сказать, требующая, так сказать, внимания, да, это гуманисты, это люди, которые внесли вклад в развитие, так скажем, финансовой теории с позиции психологии, позиции нравственности, с позиции, так сказать, их, заложенных в этих процессах, так скажем, культурных развитий. Но очень коротко, проходясь к ним, начну с одного из, так сказать, русских, хорватских, так сказать, исследователей, Юрия Крижанича, который ставил экономику в часть этики и философии, сравнивая ее с, так скажем, нравственными науками. Шторх, о котором сегодня наверняка многие будут говорить и говорили, который внес в экономику теорию цивилизации, говорил о существовании внутренних, так называемых, благ, это и здоровье, и образование, и умение, и многие-многие другие вещи, неосъязаемые, нематериальные, но которые дополняют экономику и делают экономику более, так скажем, насыщенной и наполненной. Бутовский Александр Иванович, член Русского географического общества в книге «Опыта о народном богатстве и началах политической экономии», прямо называет, что экономика это нравственная наука, и очень важно именно смотреть на нее с точки зрения нравственных составляющих. Не могу не сказать про Сергея Николаевича Булгакова в «Философии хозяйства», где он явно и прямо и открыто выступал против экономизма, и говоря о том, что все-таки речь идет о развитии вот этой финансовой системы, по сути, они закладывали идею поведенческих финансов, которые вот Алексей Вечер критиковал, так сказать, нашу науку. Возможно, это так, но если мы обратимся к истории нашей науки, русской науки, то очень многое то, что потом выросло на Западе, поведенческая финансия, они во многом закладывались вот этими людьми. Ну вот интересно, Кулешер, известный исследователь Иосиф Михайлович, который очень интересно размышляет по поводу того вообще, что такое финансы. Значит, в одни времена финансы происходят от немецких там, или греческих, лгун, обманщик, там, опутывать, хитрый и так далее, но в средние века он возвращается к исходному значению, это финансовое, это французское происхождение, окончание, завершение, то есть более такой рациональный подход, и вот это вот соотношение, в разные времена могли финансы играть положительную или отрицательную роль в зависимости от травов, это вот прослеживается в этих работах. Ну, Пушкина я пропущу, это потом интересно кому-то скажу. Вот, Бунге Николая Христофора с теорией кредита в 62-й год, опять-таки, две составляющих, экономическая, нравственная и психология появляется. Особо хочу подчеркнуть роль Петражинского Льва Иосифовича, который в своей книге «Акция бежевая игра» и теории экономических кредитов фактически вводят понятие оптимистической надбавки, которая двигает людей на финансовом рынке. И я могу сказать следующее, что если мы посмотрим на работу Кейнса, его известную теорию занятости процента денег, у него есть там термин «animal spirit». Так вот, по своему смыслу оптимистическая надбавка Петражинская, которая фактически в начале 20-го века об этом написала, она предвосхитила термин Кейнса. И, конечно, нужно вспомнить Жуковского Юрия Галактионовича, который написал книгу «Нравственная культура», 19-й век «Нравственная культура», но она посвящена экономике. И вот что он в ней пишет, что он говорит о том, что роль психологии в финансовой сфере, в экономике играет очень важную роль. И я хочу на этом завершить и сказать, что этот человек, с моей точки зрения, является прародителем тех исследований, которые сегодняшний день позволяют изучать настроение финансовых, так сказать, участников финансового рынка и делать это статистикой. Потому что изучение психологического поведения через статистические методы, то есть, по существу, так скажем, цифровизация поведенческих финансов, вот с моей точки зрения один из основателей этой идеи Жуковский Юрий Галактионович, русский экономист и, кстати сказать, управляющий государственным банком Российской империи. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Вопросы, коллеги. Владимир Владимирович, у меня вопрос про советские загранбанки. Это как бы на стыке от честь того, что говорил Александр Сергеевич, финансы. А были вообще серьезные какие-то работы, может быть, тех, кто там работал в этих банках по осмыслению? Потому что то, что я, честно, встречал, это только уже нынешние историки по архивам начинают рыться. То есть, кто-нибудь осмыслил это? Смотрите, есть определенная особенность российской финансовой науки в широком смысле этого слова. Учитывая ее, так сказать, вот этот разрыв на период марксизма, почему-то я назвал прагматики, потому что писалось это все между строк, и люди вынужденно занимались институциональными исследованиями. То есть, это был институционализм в каком-то смысле этого слова. Поэтому те люди, которые, я сейчас не могу вспомнить сразу назвать вам фамилию, кого-то, потому что часть этих людей, они так или иначе тоже имели практику и опыт работы в внешних торговых организациях. Но они все равно подходили к конституционализму. Если мы поднимем работы того же Аникина, Хессина, Шинаева и так далее, ну, в таком, если критически о них говорить, ну, конечно, они описательные. Конечно, они описывают как, чего, что. Но это как, чего было очень важно. Потому что когда прозвенел звонок, с этими учебниками, книжками, подмышками рождались первые банкиры в России. И поэтому, как таковой, соглашусь, теории, теории, вот она сводилась в основном к марксистской теории, вот к этому условному делению кредит частной, финансовой, государственной, вот, как таковой не было. Но, тем не менее, тем не менее, вот если мы посмотрим туда дальше, все-таки я считаю, что идея, идея, конечно, русская экономическая наука была гораздо сильнее интегрирована в, ну, так скажем, в мировую, так сказать, науку, нежели, вот, как бы, это произошло потом. Спасибо. Да, Ольга Витальевна. Спасибо большое. Меня слышно? Да. Я хочу тоже высказаться. в защиту советско-экономической мысли. Вот тот двухтомник, который выпустил ММО, мне пришлось его внимательно читать, когда я готовила свою монографию, и я была просто потрясена тем, насколько современно писали специалисты, которые изучали международные финансы и международную валютную систему. Видимо, благодаря тому, что Ленин про это не высказывался, потому что тогда этого не было. То есть, это был совершенно серьезный анализ, который абсолютно не уступал ничем западным книжкам, которые выходили в это время. И мне кажется, что как раз в части, может быть, других областей экономики мы, в общем, стояли немножечко сзади вот этой марксистской мысли. Но в части международных финансов этого ограничения не было, и это было прекрасно. Ну, это действительно так, и в каком-то смысле это проскочили, вот, эту ситуацию. Но я бы так сказал, что, да, после там, Бегу или там, Маршала, экономическая наука на Западе сделала жуткий такой крен в неоклассику, на неоклассику наслонилась математика, и все это выросло в современную количественную по существу теорию финансов с формулами, моделированием и так далее. Один из ее ярких представителей, Евгений Фама, который там изобрел, так сказать, гипотезу эффективных финансовых рынков, он прямо говорил, что вся бихевиористика придумана для того, чтобы критиковать меня. Ее не существует. Так что вы пойдите и измерите это сначала, а потом, значит, там рассказывайте про эти поведенческие аспекты. Но сейчас появляется возможность это измерить. И вот Шуковский, который там, считайте, ну, это предвидел. Он говорит, что надо психологию это измерять, смотреть, включать. Там есть своя статистика. Владимир Владимирович, вот спасибо, что вы здесь, вы медийный человек и многие ваши ответы мы помним уже вот в телеэкране. А вот 225 лет Пушкину государство богатеет, когда простой продукт имеет. Вот ваш комментарий, что же мы Пушкина-то не слушали в 30 лет и попадали в такие истории. Я Пушкина пропустил. Такие истории. А вот вы сказали, что вернетесь к нему. Я Пушкина пропустил. И второй вопрос, как мы в кавычках встряли вот в эти 300 миллиардов, да, которые там висят по финансам и кредитам. Спасибо. Ну, что касается Пушкина, мой вот учитель, когда смотрел, он написал книгу «Музы и Мамона», где проанализировал историю, так сказать, социально-экономические взгляды Пушкина. Я ее внимательно перечитал уже с учетом как бы своего багажа знаний. Да, там можно есть моменты, к которым можно, наверное, придраться, но что интересно, Пушкин был один из самых образованных людей своего времени. Знал очень многое. И особенно в таких произведениях, как вот «Скупой рыцарь», да, у него очень четко подмечена вот эта историческая смена экономических нравов. «Скупец», «Скупец», «Сын», так сказать, «Расточитель», да, который вот… И смена этих эпох, вот в его понимании, да, происходит за счет фактически смерти старого поколения и вот этой вот буржуазии, которая приходит ему на смену. Но при этом в другом стихотворении «Железный век», да, наш век «Железный», «Мы хотим злата, 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 да, копите злата». Значит, вот, как книга Торговец говорит, то есть все равно вот эта денежная экономика, почему я хотел про него сказать, потому что, хотя он поэт, да, но в нем прослеживается вот эта идея, идея, так сказать, нравов экономических, что… Почему это важно? Потому что финансы, особенно финансы, с моей точки зрения, они очень сильно пропитаны нравами, пропитаны культурой, пропитаны отношениями, пропитаны психологией, в отличие, там, может быть, от каких-то других сфер деятельности. Вот, да, это, так сказать, вот один из взглядов и там на жизнь, на мир, так сказать, который уходит корнями глубокую древность. Вот, ну, про 300 миллиардов можно ли было отвечать? Что есть, что есть, но как? Коллеги, ну, к истории это пока отношения не имеет, это нынешний… Это когда-нибудь станет историей. Да. Вот, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я с удовольствием предоставляю слово следующему докладу Марии Анатольевны Положихиной, кандидат географических наук, представляющей НИОНРАН, изучение трансграничных миграций в России, прошлое, настоящее будущее. Спасибо за предостановленное слово. И я хочу сказать, что вот мы с Алексеем Владимировичем не сговаривались, но, наверное, какие-то вот мысли, которые звучали в вашем докладе, да, вот они будут повторяться, наверное, в моем. Может быть, потому что предмет близкий. И, что я хочу сказать вот еще в таком предварительном, что хотя у нас тема это, в общем-то, академическая наука, и просили так сосредоточиться на академических вот исследованиях, но так вот в отношении миграции получается, что ее изучали не только и нисколько академические вот ученые, да, а другие специалисты. Мне придется выходить в своем докладе за рамки нашего как бы темы. Это, во-первых, а во-вторых, что деление науки, дифференциация науки, она, в общем-то, произошла не так давно относительно, да, а миграция существует гораздо больше, дольше. И поэтому такое вот четкое разделение вот это экономист, это социолог, это психолог, оно до наших времен в общем-то не было, поэтому здесь тоже я буду говорить, ну, не разделяя, наверное, специалистов по дисциплинам. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать, что вот в наше время тоже очень трудно разделить, какой специалист академический, а какой геоакадемический, потому что, во-первых, совмещение у нас существует очень широкое, и потом миграция специалистов между разными видами деятельности тоже существует, и поэтому если он был в один раз в Академии наук, а потом он пришел там на госслужбу или наоборот, это тоже очень широкое распространенное явление, поэтому здесь тоже трудно разделить вот куда чего относятся. Это вот такое вот предварительное мое, ну, что ли, ограничение моего выступления. И начать я хочу с того, что миграция это одно из ну, таких явлений, что ли, которые всегда присущи человечеству, как говорил Рыбаковский, миграция населения это массовое всемирно-историческое явление, оно присуще всему миру, всем странам и народам, оно существует сегодня, было вчера, было тысяч лет назад, было и в тот период, когда возник на земле древний человек и вместе с ним человеческое сообщество с его социальной сущностью. Вот если я просто показала ту самую известную такие массовые миграции, трансграниченные в истории человечества, как они вообще влияли на создание человеческой цивилизации нашего современного мира. Ну это так просто картинка. Теперь же, если говорить о миграциях как объекта исследования, что она очень многогранна и очень объемна, и поэтому одной какой-то дисциплины его изучить невозможно. Соответственно, его изучали очень многие и изучают, продолжают многие науки и дисциплины, и я бы сказала, что тоже это в общем-то так последовательно, сначала его изучали более-менее историки, географы, экономисты, демографы, социологи, юристы. Сейчас, наверное, изучают весь комплекс общественных дисциплин в той или иной мере касается опросов миграции. Плюс ко всему миграции не только постоянно существуют, они еще изменяются. Но применительно к России, наверное, мы здесь такая самая яркая, наверное, ситуация. То есть, когда, ну, будем говорить так, до отмены крепостного права миграции за пределы России, она была очень ограничена, статистически, будем говорить так, незначительно, и она была мягко не связана в общем-то с экономическими причинами, это были политические причины. И только вот когда появилась реальная свобода передвижения, началось массовое движение миграции за границы Российской империи. при этом прежде всего это была эмиграция, то есть Россия очень долго рассматривалась как источник, ну, как иммиграционный источник, это была ее, как бы, роль на мировой арене. И когда оно изменилось, реально изменилось, то отношение к России, в общем-то, оно еще не изменилось вот со стороны мирового сообщества. Мы воспринимаемся до сих пор как источник прежде всего эмиграции. и вот тем не менее она у нас очень сильно меняется, и, соответственно, меняется объект изучения. Теперь, если говорить о определении миграции, у нас оно тоже меняется, потому что самое простое миграции, определение миграции, это было внешняя миграция. Оно так было давно-давно-давно-давно внешняя миграция. Это понятно было, потому что была точка отсчета Россия. миграция. Потом, когда мы начали заниматься уже не только Россией, а всем миром, понятно, что мы перешли на понятие как международная миграция. Это определение ооновское, оно там уточнялось, определяя это самое, уточнялось, детализировалось, но, в принципе, оно вполне рабочее. И когда мы говорим о мире в целом, естественно, что это проще использовать и правильнее использовать это понятие. Но теперь недавно появилось понятие трансграничная миграция. Оно совсем, в общем-то, можно сказать, не очень давнее, буквально оно в наше время появилось. И здесь оно тоже придает определенный аспект современной миграции, что это не просто перемещение людей, это уже создание каких-то формирования каких-то уже идентичностей. То есть это уже психологические какие-то социальные моменты учитываются. Вот даже на то примере того, как мы описываем одно, определяем одно и то же явление, что оно меняется у нас во времени. С точки зрения изучения миграции, то известна классификация Рыбаковского, которая, можно сказать, классическая, но она, тем не менее, тоже уточняется и дополняется, потому что процесс и остановился, он развивается, он меняется, поэтому приходится его тоже вот эту классификацию, периодизацию Рыбаковского дополнять, но я буду в своем докладе придерживаться именно с какими-то моментами. Конечно, излагать всю эту историю не имеет смысла, потому что на это написано не одни там тома, не говорю, в защищенных диссертациях, я просто тоже обращусь внимания на те фамилии, те личности, те моменты, которые, может быть, более интересны и которые, может быть, имеет смысл вспомнить. Наверное, такое самое начало, что ли, упоминания эмиграции, мы, конечно, связываем с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, у него было маленькое совершенно такое письмо Шувалову в 1961 году, но, тем не менее, вот по тем идеям, которые там были высказаны, он очень современный. То есть, вообще говоря, вот Ломоносов, он говорил об эмигрантах как о живых покойниках с точки зрения сохранения и сбережения населения Российской империи. То есть, когда они уезжают, они, ну, для населения России, они теряются. При этом он тоже вот говорил, что нельзя никаких там жестких ограничений устанавливать на пределах этих миграций, а наоборот, надо поступать скротостью, то есть, облегчать податями и снимать солдатские наборы, чтобы уменьшить вот этот отток населения. И при этом он признавал, в общем-то, желательность приема иностранцев в Россию, насколько это, в общем-то, современно даже с наших позиций. Ну, это была так вот очень небольшая его работа, и, ну, собственно говоря, изучение миграций, оно, конечно, началось гораздо позже, оно началось уже с 1870-х годов, то есть, когда было отменено крепостное право и начался какой-то поток эмигрантов из России, который, ну, естественно, привлек внимание специалистов. Сначала это были в основном статистики, и интересовало их в связи, конечно, с аграрным переселением, решением аграрного вопроса. Я не буду перечислять всех, кто об этом писал, но на самом, остановлюсь только на одном, с точки зрения нашей, вот, это самая, наша тема, это Янсен Юлий Эдуардович, он был член-корреспондентом Академии наук, но при этом тоже он был, в общем-то, статистиком, он занимался действительно практическими вопросами, и вот эта его сравнительная статистика России и западноевропейских государств, она тоже касалась вопросов миграции, вопросов переселения, как они решались вот в разных странах, за счет чего. То есть, ну и потом Воблай Константин Георгиевич, который впоследствии стал вице-президентом Украинской Академии наук, он в своем начале своей научной деятельностью он тоже касался вопросов миграции, вот из Российской империи. Ну, здесь было много всего. По мере того, как миграция развивалась, а масштабы эмиграции из России росли до Гражданской войны, до Первой мировой войны, то количество этих работ, посвященных миграции, оно тоже увеличивалось. И здесь было, прежде всего, это вот в США очень интересовали эти вопросы эмиграции с русскоязычного населения. Тут были, конечно, еврейский вопрос был изучался, тем не менее. То есть довольно широкий спектр вопросов, которые начали изучать, но не академические институты, а практики, статистики, которые занимались вот этими всякими исследованиями в рамках своей профессиональной деятельности, но в государственных, в общем-то, структурах. Вот очень интересный период, это период двадцатых годов. Я вообще считаю, что этот период с точки зрения развития отечественной статистики, он, наверное, самый богатый, что ли. Здесь была, наверное, потребность нового государства определиться, что же, вообще говоря, есть. Поэтому здесь был очень богатый статистический материал, и, естественно, он дал возможность много, вот эмпирический материал, можно было на нем строить какие-то исследования и проводить какие-то изучения. И здесь вот я тоже привожу две очень интересные работы. Это, ну, личности такие, в общем-то, очень неординарные, к сожалению, трагически погибшие. Хотя, я говорю, что их работы, особенно Осинского или Боленского, они были очень и очень такие фундаментальными, я бы сказала, с точки зрения вот изучения миграций. Но, к сожалению, они были репрессированы, потому что были активными революционерами, были активными государственными деятелями. И вот эта их научная работа, ну, конечно, она закончилась, во-первых, а во-вторых, разгром отечественной стовестистики после переписи 1935 года, он, естественно, очень сильно повлиял, я думаю, что на все экономические исследования, но на миграции вот особенности. Ну, кроме всего прочего, само явление прекратилось, то есть после, в 30-е годы массовая эмиграция за границу, она из России прекратилась. Железный занавес, собственно говоря, предмет изучения исчез, изучать было нечего. Поэтому международные или внешние эмиграции за этот вот дальше период мы уже длительное время просто не изучали. Начало восстановления, что ли, изучения эмиграций, внешних эмиграций в Советском Союзе, оно было связано, началось в 60-е годы и связано тоже, в общем-то, с определенными такими изменениями объективными. То, что железный занавес, его жесткость как бы снижается, начинается более активное развитие международных отношений России с другими странами и нужно было подготовить, конечно, специалистов для того, чтобы они могли работать с другими странами, в других странах, знали их эти страны и плюс ко всему началось, конечно, знакомство отечественных специалистов с работами сурбежных источников, в частности работа изорта, она была переведена в 60-х, ну, в конце 60-х годов, как раз там рассматривались тот же вопрос с миграцией. Да, заканчиваю. И я хочу сказать, что вот здесь центром изучения миграции становятся вузы, именно с точки потому, что надо было подготовить специалистов, которые эти знали вопросы. Сначала надо было подготовить специалистов, потом уже начинать исследования. И хочу, вот уже про Вольского тут, наверное, говорили, но вот этот вот вклад, наверное, в страноведение, в изучение миграции, он, наверное, здесь был самый большой, потому что Россия в это время находилась как бы с внешней стороны. Мы наблюдали за теми международными миграциями, которые происходили в мире, самых у нас их не было. Ну и уже понятно, что всплеск внешних миграций, изучение их начался после 90-го года, и он тоже совершенно обословлен, потому что появилось это явление. Началась и эмиграция, и началась эмиграция. вот тут Зайшечка Чонская, он очень хорошо написал, что произошел перелом в направлениях исследований. Он затруднил весь исследовательский комплекс, включая тематику исследований, актуальные акценты, методы исследования, территориальный охват, а также почти полностью привел к смене авторов. Только отдельные авторы являются носителем преемственности в миграционной сфере знаний, и этот мостик преемственности очень узок и хрупок. Я даже не буду всех перечислять, потому что я написала, кого так сказать. Можно продолжать этот ряд, потому что здесь было много исследований, и, слава Богу, многие из этих авторов до сих пор действуют. Просто я хочу с точки зрения институционализации, что появились уже исследования в академических институтах, которые начали перемещаться из вузов. То есть здесь начали уже очень многие академические институты начали заниматься исследованием миграций внешних. И самое последнее, наверное, что я хочу сказать, это то, что сейчас внешние миграции до сих пор остаются как бы приоритетом изучения миграции в России. Это тоже самое понятно, потому что сейчас внешние миграции являются таким очень значимым ресурсом и трудовых кадров, и, так сказать, на него определенные в плане демографических сферы определенной надежды есть. То есть это такая очень актуальная тема, которой занимаются очень многие специалисты. Здесь есть определенные центры изучения у нас миграций, но на самом деле их очень много и здесь наверное не очень хорошо, потому что вот эта раздробленность изучения миграции, которая там в разных институтах происходит, мы как бы утрачиваем связи между собой, потому что одни изучают одно, другое, другое, третье, третье, а в целом явление как бы оно разбивается. И хочу остановиться на тех проблемах, которые существуют. Прежде всего статистика. Несмотря на то, что вроде бы это статистика там и Росстата есть, еще чего-то там более много всего, международная статистика, но на самом деле она очень недостаточно, очень неполная и многие явления просто даже не можем почувствовать и оценить. И здесь ну надо просто это вот статистическую составляющую развивать, совершенствовать и как-то методологически в том числе. Мы уже там, второе, это то, что мы говорили о слабом теоретическом осмыслении вот этих процессов. Это действительно касается вот той же самой миграции. На Западе за это время было разработано очень много концепций миграционных моментов. Мы с ними, ну, отечественные ученые с ними знакомы хорошо, там, в институтах их преподают и там все их знают. В какой-то степени мы, наверное, на них ориентируемся, их принимаем. Насколько они нам соответствуют, вопрос спорный, потому что тем, как ни странно, но изучение миграции в России, оно такое вот очень прагматичное. Мы прежде всего на текущую ситуацию ориентируемся на нее, смотрим это мониторинг. Мы в какой-то степени исторический экскурс, мы его, так сказать, изучаем. А вот с прогнозированием миграции, которые предполагают построение каких-то вот теоретических моделей, у нас здесь, мне кажется, очень плохо. Такая задача, наверное, просто, наверное, не ставится. А надо вам на самом деле надо. И сделать это потому, что вот такая стихийная миграция, ну, прежде всего и миграция, которая нас больше всего интересует, она в последние годы становится очень нестабильна. И вообще Россия, как центр притяжения миграции, она становится менее привлекательна, ну, это, в общем-то, по разному целому комплексу причин, с одной стороны. С другой стороны, тот миграционный потенциал соседей, которые раньше были для нас донорами миграции, он вообще, говорят, начинает исчерпываться. Некоторые мы уже почти весь вот этот миграционный потенциал их уже привлекли. У нас остался, в общем-то, один Узбекистан, где еще может быть какие-то трудовые ресурсы, которые могут к нам приехать. А вообще-то больше все. Из ближайшего окружения у нас практически больше ничего и не осталось. Сейчас, конечно, обсуждаются вопросы привлечения трудовых ресурсов из Африки, из аварабских странах, но это большой-большой вопрос. И вот нашей, так сказать, науке оценить вообще возможность этого потенциала, этих новых источников миграции, это вообще на самом деле наша, наверное, задача и вот наше перспективное направление. Еще одно хочу сказать. Вариант Ульна. Да, последние два момента очень важные. Это вопрос о безопасной миграции и вопрос о тех условиях жизни и труда мигрантов в России. Потому что это вообще совершенно темные вещи для нашей науки. Потому что там и статистики мало, и исследовать трудно, но на самом деле это очень важно с точки зрения именно адаптации и привлечения мигрантов в нашу страну. Все, спасибо. Спасибо, да. Да, Виталий. Вот касаясь миграции и касаясь так сказать инвестиций зарубежных, Китай свои зарубежные инвестиции подкрепляет вывозом рабочей силы. Какая-то часть остается там, какую-то они возвращаются. Это явление как инвестиция зарубежная учитывается или не учитывается? Потому что труд стоит денег, содержание их там стоит денег и так далее. И влияние этого на развитие экономической ситуации в странах. Вы знаете, я говорю, что вот в России с точки зрения нашей демографической ситуации, для нас эмиграция, вот как Ломоносов писал, это вот потерянные наши ресурсы. Поэтому вывозить их в другие страны нам невыгодно. Мы их подготовили, мы их воспитали, они уехали. Мы потеряли таким образом. Какая от них отдача, ну, с моей точки зрения, очень, так сказать, незначительная за рубежом. Поэтому лучше бы они у нас остались. С точки зрения эмиграции, я уже говорила, Россия перестает быть интересным для эмиграции. Даже сейчас в Средней Азии начинает эмиграция в Европу, начинает эмиграция в Китай, потому что в Китае, на самом деле, демографическая ситуация тоже не такая уж благоприятная. Если раньше у них там было много ресурсов, которые можно было отправлять за границу, сейчас у них стареет население, и они скоро перестанут так вот распространяться по миру, как мне кажется. Поэтому, вы знаете, я бы не стала так вкладывать свои ресурсы в другие страны человеческие. Лучше бы нам оставить их у себя и привлечь, наоборот, высококвалифицированные профессиональные кадры, которых тоже, на самом деле, в мире, ну, в общем-то, не так много. Марина Анатольевна, я хочу провокационный вопрос задать, а вообще реалистично для экономической, академической науки изучать международные миграции, потому что вторгаетесь в тему теневой миграции, вторгаетесь в тему коррупции и всего остального, и, условно говоря, по-европейским даже, странами, если смотреть, но тот, кто вскроет всю цепочку, может быть, ему посмертно что-то там научно в мире дадут, но вряд ли он вскроет вторую цепочку. Вот вы знаете, к сожалению, действительно, очень многие аспекты изучения миграции, ну, не только миграции, коррупция, тоже, вообще говоря, изучение, оно связано просто вот с физической безопасностью, так сказала, но тем не менее, как изучают коррупцию, изучают же ее, да, изучают элиты, даже в России изучают элиты, так и изучать надо миграции, потому что, ну, это то явление, то объективная реальность, которую ученые должны изучать, вот, естественно, с присоблюдением всех возможных мер безопасности. Спасибо. Коллеги, если нет вопросов, больше поблагодарим докладчицу, и я, я предоставляю слово следующему участнику нашей сессии, Ольге Витальевне Бутолиной, члену корреспондента Российской Академии наук, профессор, заместитель, директор Института Европы РАН. Коллеги, добрый день. Тема для меня новая, и я вот пошла на поводу с большой охотой у Михаила Юрьевича для того, чтобы посмотреть, на чьем наследии все-таки мы в Институте Европы сидим и работаем, и узнать, кто же проложил дорогу первым исследованием именно экономики Европы и стран Европы в Академии наук. Я честно признаюсь, каким путем я шла. Я просмотрела весь список членов Академии, которые были избраны до 1900 года, выбрала оттуда экономистов, и дальше в Ринце нашла работы, где эти люди называются, благо фамилии редкие, и таким образом вычленила уже членов корреспондентов. Поэтому в Академиках пропусков не должно быть, в членах корреспондентах они могут быть, хотя, наверное, их тоже нет, потому что, как писал Леонид Иванович Абалкин, по отделению политической экономии до 1917 года было 9 членов корреспондентов и академиков. Но если кто-то увидит пропуски, пожалуйста, скажите мне об этом. Ну, вопросы для обсуждения это истоки экономической науки в России, Европа как пример, как источник примеров, собственное исследование экономики европейских стран уже как предмет исследования, а не как пример, и некоторые выводы и параллели с сегодняшним днем. Ну, истоки экономической науки первый академик, который написал курс политической экономии в шести томах и выпустил его аж в 1815 году, это Андрей Карлович Шторх, о нем сегодня говорили, и, насколько я видела программу, о нем будет отдельный доклад, так же, как и о многих других экономистах, которые сегодня будут упоминаться. его работа написана на французском языке и уже не так скоро, через, по-моему, даже несколько не лет, а даже десятилетия она была переведена на русский язык. Мне на сайте Российской государственной библиотеки понравилась другая работа Андрея Карловича Шторха, это его записка, небольшая, там всего 40 страниц, подготовленная в связи со столетием Академии Наук, и к этой дате был объявлен конкурс на лучшую политэкономическую работу. Это был не просто конкурс, а задача, в которой ставился следующий вопрос. Цены мировые или заграничные на произведения российского земледелия с некоторых пор стали падать. Мы просим участников конкурса назвать время, с которого они начали падать, и объяснить, с чем это было связано, с какими событиями внутри России и за рубежом. Участие приняли 8 человек, и по итогам рассмотрения этих эссе, а сам конкурс шел 2 года, завершился соответственно не в 24-м году, а в 26-м, было сказано дать награду восток голландских червонцев, это те же дукаты, за работу, которая вышла под довольно витиеватым французским слоганом, как сейчас вы сказали, и на французском языке, то есть конкурс был анонимный, и были присуждены также еще две поощрительные премии с весьма существенным денежным вознаграждением. Следующее имя это Карл Федорович Герман, если Шторх занимался в основном политической экономией, то Герман как раз был статистиком, и из его работ привлекли внимание теория статистики, где приводятся не только примеры из истории Англии, Швеции и других европейских стран, но и объясняется, почему, собственно говоря, эта статистика потребовалась. В основном это были уже подвижки в плане проведения экономической политики данных государств и необходимость сбора налогов. Следующая крупная фигура это Николай Христианович Бунге, сначала ученый, а далее министр финансов. И здесь мы видим на этих трех именах сочетание трех источников нашей экономической науки. Это политическая экономия, это статистика и финансы. Я сейчас посмотрю, есть ли у меня нет избунги, я не стала брать выдержку. При этом главным предметом исследования была Россия. И европейские страны появлялись в качестве примеров. Я боюсь, что я не смысл... А, все получается. Следующее крупное имя это Владимир Павлович Безобразов, даты жизни вы видите. Основные темы это государство и общество, государственные доходы, денежные обращения и биржевые операции. Некоторые из этих работ оцифрованные лежат в свободном доступе на сайте Российской государственной библиотеки. Чтение их доставляет огромное удовольствие. например, работа про биржевые операции начинается со слов биржа «Лучший термометр политического положения в Европе». И всяк знает, что когда цены на бирже падают, это плохо, а когда поднимаются, это хорошо. У него есть работа, где Европа появляется уже в качестве предмета исследования. Это поземельный кредит и его организация в Европе. И начинается тоже с весьма такой интересной для современного экономиста фразы, что для экономиста не может быть приятнее обязанности, как говорить о кредите и о земельном кредите. И на самом деле это скорее учебник. И таких книг в то время было немало, потому что нужно было собрать опыт соответствующих хозяйственных операций и изложить его в как-то теперь говорит consistent, то есть последовательно, без пропусков и логично. У него также есть работа о влиянии экономической науки на государственную жизнь в Европе, то есть насколько советы экономистов прокладывают себе дорогу в кабинеты высших чиновников. Из более подробных работ я обратила внимание на труды Александра Ивановича Чупрова, член-корреспондент Петербургской Академии наук, экономист и статистик, работал в области железнодорожного хозяйства. Скажу сразу, что все эти люди, о которых мы сегодня говорим, имели разное очень происхождение. Кто-то работал в Петербурге, кто-то в Москве, кто-то происходил из довольно знатных и зажиточных семей, кто-то из довольно простых. Он пишет в 1904 году очерки политической экономии. Я заглянула внутрь и получила колоссальное удовольствие, потому что это прекрасное изложение того, что мы сегодня назвали бы историей экономической мысли в Европе. История, причем, весьма современная для того времени. Сначала античная экономическая мысль, там мое внимание привлекло положение о том, что раньше было натуральное хозяйство. Интересно, что эта позиция нигде никогда до последнего времени не проверялась. То, что археология и история ее не подтверждает, вот для экономистов как бы не является указкой, мы идем проторенным путем, было натуральное хозяйство, а потом стало денежное. Здесь эта идея повторяется. Дальше меркантилизм, физиократы, Адам Смит весьма подробно, Мальтус, Рикардо, теория Смита в разных странах Жан-Батист Сей значительное внимание уделено фритредерству и протекционизму, поскольку это было важно для России, установление таможенного тарифа и его изменения, социализм Карл Маркс. То есть к началу 20 века мы имели солидную работу по экономическим теориям. Ну и дальше собственно главные герои нашего сегодняшнего повествования Юлий Эдуардович Янсен. Я перепутала годы жизни, конечно, 1835-1893. Большая, если не сказать огромная работа, кстати, она вся оцифрована и лежит в открытом доступе на сайте Российской Государственной Библиотеки, на сайте Исторической Библиотеки. Сравнительная статистика России и западноевропейских государств. Издавалась она в течение трех лет. И первая большая часть посвящена территории населению, в том числе эмиграции, и вторая часть промышленность, торговля, пути сообщения. Весьма подробную. Я, если у меня есть время, зачитаю даже некоторые названия из этого труда. Ну, например, о промышленности. Производство хлеба, это можно еще отнести к сельскому хозяйству, производство картофеля, отдельный параграф разведения свеклы, разведения хлопка, разведения табака, виноделия, огородничества и лесоводство. Промышленность, горная промышленность, добыча золота и серебра, медь, железо, нефть, каменный уголь, соль отдельно. Промышленность обрабатывающая, заводская и фабричная промышленность. Первая группа это то, что мы называем легкая промышленность, хлопчатобумажная, льняная, производство пеньки, шерстяное производство, пищебумажное. Вторая группа небольшая и третья группа кожевенное производство. мыловаренная, винокуренные заводы, мукомольные, пивоваренные, маслобойные, крестьянская кустарная промышленность и отдельная большая глава по путям сообщения с весьма такой характерной для этого автора детализацией. посмотрите перечень стран, которые я увидела в этой работе. То есть на самом деле это вся Европа и Франция, Австро-Венгрия, Германия, Италия, северные страны, также южные страны, которые тогда не были особым предметом цитирования, потому что в основном, когда приводились примеры в более ранних работах, цитировались события и практики Великобритании, Голландии, Франции, а здесь появляются и Греция, Румыния, Испания, Португалия. Мне кажется, что этот человек, Юлий Эдуардович Янсен, вполне может претендовать на звание первого исследователя экономики Западной Европы в Российской империи и теперь уже в России, в Российской Федерации. Ну и последняя фигура, о которой я буду говорить, вы видите портрет Владимира, кажется, Маковского, тот, те, кто хорошо знает изобразительное искусство, поправьте меня, от 1904 года, Иван Иванович Янжу. Он пишет работы, в отличие от своего предшественника, уже не статистического свойства, а исследовательского. И здесь, мне кажется, мы видим некие, ну, наверное, не параллели, а скорее начало той дороги, по которой потом шел и Кулишер, и по которой шел Бродель, то есть исследования взаимосвязей и экономической политики, и некоторых даже, может быть, традиций экономических, хозяйственных тех или иных стран. Докторская диссертация «Английская свободная торговля» и через несколько лет он пишет большую книгу на эту тему, издается она тоже в течение нескольких лет, поскольку составляет два или три тома. Отдельная работа «Опыт исследования английских косвенных налогов 1874 год, очерк исторического развития фабрично-заводской промышленности в царстве Польском, туда он едет по сложившимся обстоятельствам своей профессиональной жизни, и в Англии он много работал, как раз он написал о том, что в Англии, в английских библиотеках созданы прекраснейшие условия для исследователей, и в этом смысле Россия может брать пример. Отдельная работа, которая привлекла мое внимание как бывшего внешторговца, это торговые музеи, экспортные союзы и склады товарных образцов. Рассказано о том, как это делается в западных странах и что мы можем перенять. Вот склады товарных образцов я застала и всяк, кто заканчивал факультет МЭО, МГИМО и потом работал во внешторге, видел это своими глазами. Я выбрала одну цитату из труда Ивановича Янджела, он тоже занимался вопросами нравственности, его очень беспокоило положение рабочих и пролетариата, и если позволяет время, да или нет? Весь цитатой закончить. Да, конечно. В самом деле европейский пролетарий, который создает все ценности и богатства или помогает их создавать, сам лично не владеет никакими. Он копает глубоко под землей каменный уголь, а сам мерзнет от холода. Жнет жатву превосходного хлеба, а сам питается жалким картофелем. Ткет блестящую шелковую ткань, а сам ходит в грязных лохмотьях. Прочитав труды этих первоположников мне стало даже немножко грустно, наверное, эту грусть разделить со мной Александр Сергеевич Пулатов, поскольку мы сегодня не имеем таких крупных работ и не имеем таких крупных работ, написанных одним автором. я сторонница того выражения, что бывает столь великий труд, который может сделать только один человек, потому что тогда обеспечивается и системность, и единство подхода. Мы видим, что российской науке потребовалось около полувека, чтобы перейти от АЗОВ к серьезным исследованиям экономики Европы. Мы увидели большое значение личности отдельного ученого, и сегодняшний явный недостаток крупных работ об экономике Европы. Мне не удалось найти ни на сайте РГБ, ни в других источниках крупных работ, например, по экономике Франции, по Германии есть кое-что, но может быть не монумоментальное, по экономике Италии, по экономике Нидерландов. Последнюю серьезную работу по экономике Испании написала ваша слуга 30 лет назад, отчего мне самой как-то становится не по себе. Я думаю, что это связано с переходом от книг к статьям, финансиализацией самой экономики, и может быть отчасти мутимизацией экономической науки. Мы пишем небольшие исследования и боимся крупных работ. Большое спасибо. Большое спасибо, коллеги. Вопросы к докладщице. Ольга Витальевна, как относитесь к Кулишеру? Я его очень люблю, я его обожаю. Вы считаете человеком, который скорее экономист или скорее историк? Нет, я считаю, что экономист, во-первых, я очень люблю экономическую историю, там много всего непознанного, и читая Кулишера, я увидела одну потрясающую вещь, что ГДР и ФРГ существовали всегда, потому что, честное слово, ГДР существовало всегда, потому что совершенно разные системы экономического взаимодействия внутри общества, разные налоги, уровень свободы, то есть, мне кажется, это потрясающий исследователь, почти все, что он написал у меня стоит на полке, я читаю, делаю закладочки и получаю колоссальное удовольствие от него, так же, как Броделя, спасибо коллеги, если нет больше вопросов, то благодарим докладчицу, и я предоставляю слово Ирины Олеговне Абрамовой, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономической наук, профессор, директор Института Африки, доклад Африка в экономических исследованиях рана, истории современности. Добрый день, уважаемые коллеги, ну, у нас тут сегодня уже прозвучало очень много докладов, и был разный подход в освещении соответствующей тематики, и мне немножко легче, потому что все-таки африканские исследования, скажем так, в российской экономической науке никогда не были ведущими, и были в основном сконцентрированы в одном институте, в институте Африки РАН, хотя параллельно естественно целый ряд ученых из других организаций, вот Алексей Владимирович Кузнецов тут сидит, который занимается очень активно данной тематикой, не только он, еще группа его сотрудников, но тем не менее я бы хотела все-таки выстроить свой доклад, наверное, не пофамильно, а в соответствии с той или иной проблематикой, которая на определенном историческом этапе была наиболее востребованным и была предметом изучения экономистов-африканистов. Мне кажется, что это будет более логично, поэтому я сегодня без презентации. Ну, понятно, что первые работы, так или иначе затрагивающие проблемы африканской экономики, можно отнести еще к 30-м годам и наиболее такие известные две фамилии это Александр Захарович Зусманович и Иван Изосимович Потехин, которые опубликовали целый ряд статей по Африке и монографию совместную, которая в значительной степени была посвящена кризисному положению африканских стран. Вообще, поскольку Африка начала освобождаться только первая страна Афгана, которая получила независимость в 56-м году, а так год Африки это у нас 60-й год, нужно сказать, что Институт Африки, который был создан в 1959 году, первоначально первым директором был как раз Иван Зосимович Потехин, несмотря на то, что он так или иначе затрагивал в своих исследованиях вопросы экономики, но все-таки первоначально Институт занимался в основном таким, знаете, прикладным страноведением, в основном культурологического плана, изучались народы, их культуры, танцы, языки, и только с приходом Василия Григорьевича Солодовникова основной упор в исследованиях Института стал все-таки ориентирован в значительной степени на экономику, тем более, что этот период совпал с периодом деколонизации Африки и, соответственно, первые экономические исследования, то есть вот если первый этап был связан в основном с исследованием кризисного положения Африки и воздействием международных и метрополий на экономику Африки, то в дальнейшем следующий этап был посвящен именно проблемам деколонизации и наиболее такие важные моменты, которые затрагивались в изучении, это было преодоление слабой развитости африканских стран, преодоление отсталости, подробно изучались неравномерные условия торговли, но одновременно с приходом, соответственно, с возникновением уже процессов экономической деколонизации стали очень подробно изучаться экономические модели развития Африки. И понятно, что Советский Союз, который активно развивал свои отношения с Африкой, выстраивал новую систему, в том числе и в экономической теории, это было связано с так называемой теорией социалистической ориентации, которой очень большое внимание уделялось в том числе и в исследованиях экономистов-африканистов. И, ну, в общем-то, если мы посмотрим, то все эти идеи, может быть, потом с позиции уже либерализации экономической науки, они казались какими-то достаточно политизированными, тем не менее, некоторые вещи, с которыми мы сталкиваемся сегодня, оказываются, в общем-то, достаточно правильными. Только один пример приведу. В общем-то, одной из основных задач для африканских стран в концепциях их развития выступала индустриализация. И работам по индустриализации было уделено очень большое внимание как учеными Института Африки, так и другими учеными. И вот вопрос индустриализации преодоления технологической отсталости, в частности, вот Ленинградская школа экономистов под руководством Тюльпанова тоже очень много этим занималась. И, кстати, очень многие ученые нашего института, экономисты, они как раз вышли из школы Тюльпанова, например, Морозенская Евгения Викторовна, может быть, многие ее знают, которая руководит сейчас у нас Центром экономических исследований в институте, они об этом говорили. И одной из основных идей, собственно, этой теории было производство, в первую очередь, производство средств производства для средств производства. Экономисты об этом помнят. И мы помним, как мы отказались от этого, говоря о том, что мы перенапрягли свою промышленность и тем самым сделали засор для нашего потребителя. Но сегодня, когда у нас возникли экстремальные условия, выясняется, что, оказывается, это было не так уж и неправильно. И не нужно было разрушать в Советском Союзе бывшем 50 тысяч промышленных предприятий и сводить их в пяти, думая, что мы все купим там. Существует определенное условие, когда должна быть самодостаточность и опора на собственные силы. И вот изучение именно африканской экономики, тех процессов, которые там происходили, как раз говорит именно об этом. Ну, естественно, помимо процессов индустриализации, там еще целый ряд вопросов наши экономисты изучали. Я вот перечислю их фамилии. Это Александровская, которая выпустила, под ее руководством вышел пятитомник по индустриализации Африки. Это Баскин, это Бессонов, это Морозов, это Осипов, это Рунов, это Смирнов. То есть очень крупные фигуры, которые изучали такие вопросы, как и макроэкономику, отраслевые исследования, финансы Африки, включая иностранный капитал и внешнюю помощь, научно-технический прогресс, трудовой потенциал, государственная экономическая политика, место и роль государства и частного сектора в экономике Африки, место Африка в мирохозяйственных процессах и связи, межафриканская экономическая интеграция и так далее и тому подобное. И вот в этом ряду я все-таки отдельно хотела бы выделить такого ученого, как Марка Михайловича Голландского, я не знаю, может быть, те, кто сидит в этом зале, его так или иначе знают, а может быть, и не знают. И он абсолютно незаслуженно забыт, потому что он выпустил в 1984 году работу «Глобальные проблемы современности Африка», где он изучал процессы развития Африки и воздействия капитализма и социализма на перспективы экономического роста. И вы знаете, вот он пришел к такому выводу в этой своей работе, что капитализм гораздо эффективнее в использовании ресурсов и производстве товаров и услуг, а социализм более эффективен в поддержании социальной стабильности и он более эффективно решает мобилизационные задачи, когда важен не расход ресурсов, а достижение цели в определенный срок. При этом все это он обосновал математическими расчетами, он вообще был один из первых ученых, который делал экономические прогнозы, основанные на математических методах. И делал он это еще в 80-е годы, когда только-только такие исследования у нас появлялись. И что самое интересное, вот не могу не об этом рассказать, в 87-м году он подготовил работу, что ожидает Россию в 2015-м году, которую он базировал как раз на своих африканских исследованиях. И он, вы знаете, я просто вам прочту его цитату, потому что, вы понимаете, это настолько актуально сегодня, он говорил о том, что переключение, он говорил о том, что нельзя автоматически систему социализма переключить на капитализм. Он говорил о том, что переключение на капитализм полностью расстроит функционирование экономики Советского Союза. Страна окажется пораженной широкомасштабной безработицей, она будет страдать от роста социальных бед, падения рождаемости, роста преступности и массовой миграции. Бедственное положение экономики будет сопровождаться национальной дезинтеграцией и фактическим распадом страны. Поэтому упование на то, что введение частной собственности и рыночных отношений будет целительным средством для устранения экономических недугов глубоко ошибочно. И он говорил о том, вот так же на основании Африки, что по сути дела страна, и вот если она так автоматически переходит, должна превратиться, она без помощи Запада этого не сможет сделать, и по сути дела превратиться в сырьевой предаток. Что, собственно говоря, и произошло. Я говорю о том, что очень часто изучение каких-то других стран, других народов и опыт их развития дает для нас ответы для собственного развития. И это очень-очень важно. И вот несмотря на то, что он опубликовал такую интересную работу, в 87-м году ее даже показали Рыжкову, он при Горбачеве был нашим премьером, скажем так, и он впечатлился и отправил Марка Михайловича в журнал «Коммунист», редактором которого в тот момент был Егор Тимурович Гайдар. Гайдар сказал, что он ничего не понимает в экономике и прогнал его. И его работа пролежала до 92-го года, когда она все-таки была опубликована. А вот сейчас уже с позиции современности понимаем, насколько прогностическим были исследования, которые он сделал в 87-м году. В 90-е годы, ну, естественно, как и вся наша наука, в основном мы занимались, что касается Африки, это с проблемами структурной перестройки экономики, ее либерализации, программ Международного валютного фонда, программы структурной адаптации экономики. Этих исследований было довольно много. То есть, в основном изучались возможности встраивания Африки в систему глобализации. И, в общем-то, эти исследования продолжались, можно сказать, до начала 10-х годов, когда несколько тенденция изменилась. В первую очередь, это было связано с мировым финансовым кризисом. И ряд ученых как раз рассматривали воздействие этого кризиса на страны Африки и на то, как повлиял этот кризис и какие перспективы теперь у этого континента будут в связи с трансформацией мирового порядка. И вот нужно сказать, что уже в 2010-м году Леонид Леонидович Фетуни, наш ведущий экономист-африканист, вместе со мной, мы опубликовали в журнале ММО статью «Новая экономическая модель мира», где уже тогда говорили о трансформации мирового порядка, системе международных отношений и говорили о том, что перенос центра тяжести экономического роста с запада на восток приведет к очень серьезным последствиям, поскольку старая система будет использовать все институциональные надстроечные финансовые методы, которые находятся у них в руках, для того, чтобы сохранить свое экономическое господство. И это приведет к очень серьезным системным кризисам вплоть до военных. Значит, мы писали в 2010-м году. Так оно, что говорится, как говорится, и оказалось. И вот с этого момента, с 2010-го года в институте был сделан упор на теории, которые говорили о том, что Африка при огромном воздействии внешних факторов возможно ее развитие с упором на собственные внутренние ресурсы. И выделялись два основных направления, это демографический дивиденд и минерально-сырьевая база. Ну и одновременно, конечно, очень большую роль стали играть исследования, связанные с технологическим прорывом, с использованием современных технологий. Очень много внимания уделялось изучению интеграционных процессов в Африке. И, наконец, последний этап, который произошел после специальной военной операции, скажем так, когда понятие колониализма, в том числе экономического колониализма, стало актуально в том числе и для России, достаточно серьезные исследования были посвящены в первую очередь колониализму нового типа, который предусматривает абсолютно новые формы воздействия и подчинения не только бывших колоний, которые действительно существовали и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке, а практически распространяется на весь мир. И из последних работ я бы особо выделила в том числе новые формы попыток экономического или неэкономического воздействия на страны и регионы, и в частности на Африку. Это вот эта вот книга, которая сделана под редакцией Леонид Леонидовича Фитуни, она называется «Африка, санкции, элиты и суверенное развитие». Эта книга вышла в 21-м году, еще до начала специальной военной операции. Но если вы посмотрите ее оглавление, и то, о чем писал, ну, в основном, Леонид Леонидович эту книгу и написал на 70%, и, соответственно, молодые еще наши специалисты, то практически все, вот все эти схемы и воздействия на элиты, и проблемы становления санкционной оковы, и исторические этапы глобальной санкционной политики, и специфика действующих санкционных режимов, и основные инструменты, все это, все эти санкции, которые применялись в Африке, они, собственно говоря, только в тройном, четверном и десятикратном размере применяются в отношении России. Поэтому, и вот в заключение я хочу сказать, что вот об этом мы тоже говорили, и докладчики об этом упоминали в своих выступлениях, они говорили о том, что очень важен все-таки прикладной характер наших исследований. И вот сейчас наш институт так получилось в связи с тем, что окно западных возможностей для нас захлопнулось, а поворот на восток в значительной степени связывает с нас с более сильными игроками, соответственно, определенный упор в том числе и для экспорта наших товаров, услуг и капиталов это направление африканское. И появился очень большой спрос как с точки зрения нашего бизнес-сообщества на африканские исследования, связанные с экономическим анализом рынков африканских с теми возможностями, которые они предоставляют для российского капитала, их специфика, способы принятия решений, формирования местных лид и так далее и тому подобное. И в то же время это заинтересовало и государственные органы, и институт принимал непосредственное участие как в разработке стратегии России на африканском направлении, которая делалась под руководством вице-премьера Аверчука, так и в команде Белоусова, которая выделила 26 приоритетных стран для внешнеэкономической деятельности России, куда попали три африканские страны, это Египет, ЮАР и Алжир. И я хочу сказать, что эта работа была действительно интересная, потому что нам удалось пообщаться, и в постоянном режиме мы продолжаем общаться не только с учеными, но и с чиновниками, и с бизнесменами, и с различными экспертами, и это дает возможность в наших научных исследованиях уже опираться на какую-то практику, и в то же время ориентировать их на решение конкретных прикладных задач, в том числе и в интересах нашей страны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, вопросы к докладчику. Виталий Юрьевич у нас сегодня самый активный. Я тоже. Прошу прощения. Скажите, насколько африканские страны открыты к проектам кооперации международной, к международному сотрудничеству, на кооперативной основе? Вы знаете, они очень открыты к международному сотрудничеству на кооперативной основе, то есть они рассматривают реализацию проектов с привлечением абсолютно разных игроков, и очень часто для нас, особенно на первых парах, также будет более интересно не самостоятельно идти туда, потому что существует ряд проблем, в частности, в финансовой сфере, а с привлечением каких-то международных игроков, фондов и так далее. Другое дело, что раньше мы это делали в основном с привлечениями западных игроков, а сейчас мы ориентируемся на страны глобального юга, ну в частности, это страны Персидского залива, это Китай, это Индия, это Бразилия, и есть такие возможности развития отношений не на двусторонней, а вот на многосторонней основе, но при этом, конечно, упор все равно делается в последнее время на попытках организовать прямое двустороннее сотрудничество. Да, пожалуйста. Алексей Луговских, МАИП, Московский государственный университет, вопрос такого рода, а есть ли в странах Африки конкуренция, так сказать, в так называемой науке, вот, новая конкуренция в науке, в африканских странах, есть ли? Ну, я вот тоже забыла сказать в своем докладе, что одним из новых направлений исследований нашего института является в том числе и тема науки в Африке. И там тоже был ряд публикаций, опять все тот же Леонид Леонидович выступил первопроходцем, к сожалению, конечно, он ушел из жизни, это катастрофа для нашего института, потому что все-таки ученого такого уровня, ну, я думаю, что в ближайшее время не предвидится. И вот, помимо него тоже занимались и я немножко занималась проблемами наукой в Африке и наши молодые сотрудники, действительно, африканская наука развивается. Конкуренция, вы имеете в виду, между странами, между учеными. Вы можете конкретизировать? Что вы имеете в виду? Нет, ну, дело в том, что, конечно, все африканские страны сейчас уже четко осознают, что без науки они большого прогресса не достигнут. Другое дело, и вот, если мы возьмем вот этот старый показатель, которых я терпеть не могу, то есть, это публикации, цитирования в ведущих научных журналах, то за последние 10 лет цитирование африканских ученых в этих журналах увеличилось в 5 раз. В основном, это такие сферы, я вам скажу, вот, где они вполне на международном уровне, это аграрные науки, это биология, это экология, это медицина, и, пожалуй, в каких-то отраслях это химия. Это там, где они вполне, вот, эфиопское общество химиков, например, вполне себе достойное, и я знаю, что наши химики с ними взаимодействуют. Они очень активно развиваются, причем, конечно, значит, если мы возьмем, мы все время тоже, сколько у них тратится на науку, да, у них в среднем по всей Африке 0,4% ВВП, это меньше, чем в России, но, в общем, такая цифра. А в ряде стран, ну, вот, например, там, в ЮАР, в Египте, эти цифры выше, то есть, они 1% даже выше, но 70% финансирования это государственное финансирование, очень большое частное финансирование в Тунисе, вот, на Маврикии, Маврикии, кстати, при всей своей, как бы, такой небольшой по населению площади, по сути дела, позиционируют себя, как новый научно-технологический хаб Африки, и действительно, они очень много для этого делают. Очень интересный опыт в той же Буркина-Фасо, который, казалось бы, ну, в общем, только мы недавно про нее узнали, про эту страну, у них фонд финансирования науки, помимо государства, финансируется от 1% всех сборов развития мобильной связи, а поскольку мобильная связь очень быстро развивается, то, соответственно, очень достойно финансируется там наука, и даже они проводят очень приличные конференции, то есть наука развивается, просто проблема в том, что их очень долго держали, ну, как бы, на таком технологическом голодном паке, я только, извините, один пример приведу, и на этом закончу. Вот ездила наша делегация Роспотребнадзора в Руанду и разговаривала с местными врачами, там уровень очень неплохой подготовки, они все за границей учились и прочее. Когда они работают, инфекционисты, вот по инфекционистскому, вот по этому разделу, очень тоже неплохие у них публикации, им не разрешают, вот если они работают с вирусом, им разрешают грант, получает он грант, например, американский, он имеет право только выявить вирус и запечатать его в пробирочку, не изучать, не делать вакцину, не последствия, он не имеет права, он запечатывает и в США этот вирус отправляет. И он на это идет, потому что ему за это деньги платят, а если он будет изучать, ему никто за это не заплатит. И они, когда наши ученые приехали, они очень плакались и говорили, помогите нам, потому что мы хотим это изучать, а у нас на это нет финансирования, приходите к нам со своими медицинскими технологиями, давайте какие-то совместные проекты будем реализовать, чтобы это делать. То есть, понимаете, они это хотят, но им не дают. Их все равно ограничивают. То есть, все тот же колониализм, почему мы сейчас так активно изучаем его, потому что вот эти все приемы, они универсальны, и они применимы не только в Африке, но и абсолютно к другим странам. Ирина Олеговна, а вопрос по нашему бизнесу. Ну вот был в свое время аж двухтомник в итоге, банкира, который пытался войти в Демократическую республику Конго. Есть ли еще такие примеры, и можно ли их стимулировать, условно говоря, со стороны ученых заставить как-то вот поделиться своим опытом, потому что понятно, что некоторые вещи ни в какие теории, особенно при освоении Африки, скорее всего, не уложатся. Нет, вы имеете в виду, можно ли привлечь бизнес к финансированию? Нет, чтобы они хотя бы где-то в какой-то части делились этим своим опытом. А, вы имеете в виду опытом, практике, да, непосредственно. Фактически, кладем на бумагу, да, то, что они знают и никому не говорят. Ну, знаете, кое-какие, вот вы правильно говорите, по Конго, вот вышел, и он у нас выступал как раз автор на конференции, к сожалению, таких примеров не так много, но все-таки они появляются, и я думаю, что здесь важна тоже системность, потому что у нас так получается, я не знаю, как по другим направлениям, но по африканскому, в связи с его востребованностью, вы знаете, такое впечатление, что каждый в своем углу сидит, и вот то, что он знает, он вот так вот, как хомячок, держит, и не делится, хотя это очень неправильно, нужна координация, потому что мы на этом и средства сократим, и эффективность повысится, и в том числе, конечно, бизнес, хотя мне в этом смысле везет, потому что я хожу везде, я общаюсь абсолютно на разных площадках, и поэтому какая-то информация, естественно, получается, получаю я и по негативному, и по позитивному опыту, но, конечно, это очень сложно для одного человека это сделать, видимо, нужно придумать какой-то формат для того, чтобы они это делали, и я думаю, что, ну, может быть, с РСПП поговорить, там, пообщаться на уровне Шохина. Японцы же, когда начали осваивать незнакомые для них рынки, они же фактически толкнули концепцию, что для национального бизнеса, действующего в некомфортной среде, конкуренцию надо искусственно друг с другом опускать, потому что им и так хватит конкуренции с другими, и тут никаких нарушений как бы рыночных сил нет. Вы абсолютно правы, но у нас еще нет такого понимания, и опять же, вот эти вот бизнесмены, которые действуют, они не только не имеют контактов с нами, да, чтобы рассказывать нам о своем опыте, чтобы мы его как-то обобщали, и делали какие-то выводы и прогнозы, они между собой не общаются. Пример яркий в ЮАР, когда нужно было этому самому Виксельбергу с Реновой железную дорогу построить, он обратился к местным каким-то или к американцам, я уже не помню, к англичанам, это перед первым саммитом России-Африка было, оказалось, что там РЖД давно строят, и, представляете, две наши компании крупные не знали о том, что там они обе работают, но это же вообще дикость, но вот это факт, это реальный факт, как у нас там бизнес действует. Надеюсь, все время мы говорим, что надо идти полом компании, нужно друг другу помогать, нужно одновременно получать, работать в системе государственно-частного партнерства, ну вот, может быть, со временем это будет, тем более, по крайней мере, сейчас какие-то подвижки есть. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас Сергей Александрович Луконин, кандидат экономической наук из ММО, заведующий сектором Китая, особенности исследований экономики стран Тихоокеанской Азии в академических институтах. Коллеги, здравствуйте. Прежде чем я загружу презентацию пару замечаний, но, учитывая мой возраст, к сожалению, у меня не было возможности никаким образом пересекаться с теми замечательными учеными, которые являются ведущими в своей области в отношении изучения экономик стран Тихоокеанской Азии. А даже с теми, с которыми я пересекался, на тот момент я был молод и глуп, чтобы оценить их масштаб. Поэтому, увы, я думаю, что некоторые из вас могут мне скорее рассказать о них, чем я вам. Но в целом я попытаюсь обобщить некоторые моменты. Еще один момент. Я сел здесь в лужу, здесь написано Тихоокеанская Азия. Ну, конечно, скорее всего, я буду говорить об Индо-Тихоокеанском регионе, потому что Тихоокеанская Азия включает в себя в том числе и Соединенные Штаты Америки, а про Соединенные Штаты Америки я говорить не буду вообще ничего. Ну, понятно, что есть перечень специализированных институтов, которые занимались изучением стран, к которым отношения и я имею. Естественно, это Институт Китая и Современной Азии, это бывший Институт Дальнего Востока, это, наверное, центральный институт, который занимался изучением экономик стран Тихоокеанской Азии. У него специфика следующая, это углубленное изучение, в том числе и отдельных аспектов, это и Китая, и Республики Кореи, и КНДР, и Япония, и Вьетнама, и Асиан. Институт Востоковедения также углубленное изучение, ну, конечно же, с поправкой на масштаб своего института, потому что он меньше, особенно заключается в том, что там присутствуют такие регионы, как Индия, и Пакистан, и частично Монголия. Монголия раньше и в Институте Дальнего Востока тоже занимались, но не так масштабно, как в Институте Востоковедения. Ну, понятно, что Институт имени Примакова, мы здесь изучаем страны этого региона с точки зрения глобальной политики и макроэкономики. У нас в фокусе это, конечно же, Китай, сейчас Индия, Республика Корея, Северная Корея, страны АСИА. Естественный Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, там очень сильная отраслевая специфика была. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, ДВО РАН, тоже занимается изучением разнообразных аспектов, там очень интересные исследования, включая специфику народов Дальнего Востока, естественные экономические отношения с Китаем, Японией, ну и так далее. И есть еще и другие институты, которые специализируются на изучении экономик стран Тихоокеанской Азии. Понятно, что здесь присутствуют мои коллеги из Института экономики, Института Европы, Института Африки, и в каждом из этих институтов естественно есть кто-то, кто занимается изучением экономического либо политического взаимодействия регионов и специализации со странами Тихоокеанской Азии, ну и сейчас, конечно же, это прежде всего Китай, как я полагаю. Школы, честно признаться, я всегда так сомнительно отношусь к этому термину научные школы, потому что, на мой взгляд, скорее всего, это всегда было связано с личностью самого организатора, кто возглавлял конкретный отдел, центр и так далее. Ну, понятно, что это Титаренко Михаил Леонтьевич, Минакер, Тихвинский Пезнян, Бергер Яков вылетел из головы как фамилия, ой, как отчество, да, из Института Дальнего Востока. Ну и понятно, что еще перечень ярчайших исследователей, которые не только умерли, но еще и живы на данный момент. Теперь я перейду к научным дискуссиям, и я прошу прощения, я позволю здесь некоторый такой неформальный стиль презентации, но вот основная дискуссия в отношении Китайской Народной Республики, в чем она заключается? Ну, основная дискуссия, она заключается в том, что он уже все или еще есть пора в пороховницах. В отношении Индии это постоянная дискуссия, будет это вторым Китаем или не будет это вторым Китаем. Ну, вот уже на моей памяти это, по-моему, дискуссия лет 15 ведется, а, наверное, исследователи, те, которые старше меня, они, наверное, скажут, что и не 15, а когда, наверное, меня еще и на свете не было, тоже рассуждали про то, что будет Индия вторым Китаем или нет. Япония, жив пациент скорее или уже того, долдуба. Ну, в общем, как-то последние вот за предыдущий год экономические, статистические, экономические данные дают нам надежду на то, что вроде как отрицательная учетная ставка, вроде как что-то там даже с увеличением темпов прироста емкости внутреннего рынка пошло, но мы должны прекрасно понимать, что основная проблема Японии это демография. Люди преклонного возраста не склонны к потреблению к широкому и понятно, что это всегда будет являться ограничением, а вопрос либерализации миграционной политики на повестке у японского правительства до сих пор не стоит. Вроде как какие-то были рассуждения по поводу импорта индийцев, но я так, если честно, и не понял, пошло это, является ли это масштабным явлением или не является. Значит, для ОСИАН главное, это как дальше интегрироваться, когда вокруг Китай, потому что, да, ну и ОТС в целом. Южная Корея это поиск себя в новых геополитических условиях, опять же, вокруг Китая непонятно, что делать, рынки не хочется терять, в том числе и в Российской Федерации, ну и понятно, что рядом Северная Корея, не всегда и не совсем предсказуемая, но у Северной Кореи это традиционный достаточно тезис, как выжить, когда кругом враги. Вот. Теперь мы, я пойду от общего к частному, да, и сужу дальнейшую свою презентацию, ну понятно, что я занимаюсь Китаем, значит, сейчас основная дискуссия вокруг Китая, она строится негативных, выискивание негативных и позитивных факторов в экономической статистике и попытки их интерпретации. Очень часто, что я начал замечать, вот эта интерпретация зависит скорее от, как в квантовой физике, как бы позиция наблюдающего, потому что там большая часть сейчас представителей западной научной школы, они выискивают негативные моменты. Я порой думаю, что вроде как и не так уж все плохо, как говорят на Западе. А китайцы сейчас говорят, что все хорошо, потому что Син Цзиньпин запретил публикацию материалов экономических, которые порочат славно имя коммунистической партии Китая. Поэтому сейчас иногда даже складывается такая парадоксальная ситуация, что вы из работ западных ученых или наших ученых подчеркнете больше информации, чем из Китая язычных источников. Ну, если мы не берем честную интерпретацию статистики. Вот, и еще есть такой, это не парадокс, а специфика изучения Китая. В общем, разные институты по-разному к этому подходят, но так можно условно разделить на группу, которой важно знать, что пишут китайцы и группа, которая изучает то, что на самом деле думают китайцы. Ну, например, очень часто можно слышать такие заявления в адрес института Дальнего Востока или современного ИКСА, что они, как правило, все-таки изучают то, что китайцы пишут и не всегда интерпретируют то, что они находят в китайских источниках. Ну, вот, по поводу негатива. Значит, первое, стандартное, это сокращение потребления товаров долгосрочного пользования. Понятно, что из этого делают вывод о том, что потребительский рынок Китая так и не запускается, он не достиг показателей допандемических. Это представляет собой угрозу условно новой модели экономического развития двойная циркуляция, где основная ставка делается на внутреннее потребление, на конечное потребление домохозяйств. Далее, это уменьшение объема частных инвестиций в основные фонды. На основе этих данных делается вывод о том, что бизнес в Китае, частный бизнес в Китае испытывает недоверие не только к будущему развитию китайской экономики, но и к самому правительству. И, например, директор Петерсоновского института экономического написал в журнале Foreign Porries целую статью, где сказал, что переломный момент, вот, когда началось это недоверие, это было начало антикоррупционной кампании, и, в общем, на Китай можно ставить крест, потому, что бизнес не доверяет китайскому правительству и ничего там хорошего не будет. Далее, это увеличение объема сбережений физических лиц в китайских банках, но из этого, опять же, делается вывод о том, что китайцы недопотребляют систематически, а поэтому и невозможно запустить, опять же, двойную циркуляцию, основанную на конечном потреблении китайских домохозяйств, пузырь на рынке недвижимости, замедление темпов прироста общего объема экспорта, потому, что, несмотря на попытку китайских властей еще примерно с 2010 года уйти от экспорта ориентированной модели развития экономики к модели, которая основана на внутреннем потреблении, все равно экспортный сектор достаточно значим в китайском валовом внутреннем продукте. Высокий уровень безработицы среди молодежи, опять же, это бизнес не доверяет, поэтому молодежь не может устроиться, и это показатель того, что экономика находится в критическом пике, бегство капитала, это этот показатель начал проявлять себя как раз в течение 2023 года, ну, понятно, что, опять же, делается вывод о том, что иностранный капитал не верит в будущее экономики Китая, поэтому, чего нам теперь делать, давайте будем продавать активы и выводить капитал из Китая, ну, и там разные другие еще проблемы, их я здесь могу перечислять очень долго, вот это вот, собственно говоря, диаграмма график уменьшения привлеченных иностранных инвестиций в Китай, здесь два столбика разные институты китайские предоставляют информацию, ну, вот нас интересует как раз за 2023 год здесь видимое снижение. Теперь по поводу позитива, значит, ну, вот сокращение темпов прироста конечного потребления, а если мы посмотрим в более долгосрочной перспективе, то окажется, что темпы-то, конечно, сокращаются, но был послепандемический пик, и темпы сейчас возвращаются, скорее всего, ко своим фундаментально обоснованным темпам прироста внутреннего потребления. Далее, прирост общего объема товарного экспорта восстанавливается в последние месяцы 2024 года, позитивные сдвиги были заметны уже в конце 2023 года. Увеличение объема банковских депозитов, но тут главный вопрос, что там статистику, если смотреть за несколько лет, то основной прирост был за период, трехлетний период ковида, а, собственно говоря, возникает вопрос, а куда было тратить-то деньги? Понятно, что купить ничего нельзя, съездить в туристическую поездку нельзя, понятно, что деньги все понесли в банки, потому что фондовый рынок непредсказуем был на тот момент в Китае, понятно, что, в общем, давайте будем сохранять в банках свои деньги. И плюс еще, если посмотреть по темпам прироста, то в 2023 году темпы прироста, они не отличались от 2022 года. Поэтому говорить о том, что уже люди не доверяют китайскому правительству и поэтому предпочитают вкладывать деньги, хранить деньги в сбривательной кассе, потому что их проще оттуда достать, тоже он не совсем обоснован. Значит, дефляция, да, естественно, она есть на протяжении 2023 года, частично 2022 года, но там нужно вычитать оттуда фактор свинины, потому что свинина очень дорогая в Китае, это мясо для перевалегированного потребления, и до пандемии, частично во время пандемии была свиная чума. Китайцы смогли с ней справиться, вот, поэтому, собственно говоря, и свинина стала дешеветь. Да, и энергоносители, потому что понятно, что там в 2020, 2021 стоимость энергоносителя не всегда была стабильна. Снижение частных инвестиций в основные фонды, опять же вопрос, а куда было вкладывать, потому что китайское правительство во время борьбы с негативными последствиями пандемии, они стимулировали сохранение занятости, то есть производственный процесс не останавливался, фактически китайские предприятия, частные, они работали на склад, и нет сейчас необходимости вкладывать в новые производственные мощности, либо в их расширение. Плюс еще, естественно, произошла коррекция из-за, ну так условно говоря, пузыря, или критических явлений на рынке недвижимости, и усиление регулирования интернет-платформ. Значит, по поводу рынка недвижимости чуть позднее скажу, интернет-платформы уже отрегулировали, понятно, что такие темпы роста, которые они демонстрировали до введения этого регулирования, они уже демонстрировать не будут, но вполне себе будут возвращаться в более-менее нормальное положение. Безработица среди молодежи, заканчиваю, безработица среди молодежи, а в период пандемии молодежь не хотела выходить на рынок недвижимости, невозможно было устроиться. У них в один год выпуск из вузов примерно 300 тысяч человек. Вот они три года терпели, пандемию сняли, ограничения сняли, и они все подперлись на рынок искать работу себе. И у них вместо 300 тысяч 1 миллион человек. Понятно, что в течение 4-5 лет эта проблема более-менее рассосется, и малый и средний бизнес тоже начнет работать, потому что устраивались они в общепит и прочее, в гостинице. Значит, ну вот это демонстрация, что постепенно тенденции на восстановление показателей, но это совершенно не значит, что я считаю, что никаких проблем в Китае нет. Главная проблема, на мой взгляд, это усложнение внешней и внутренней среды развития. Понятно, что новые драйверы, они пока еще ищут, и не опробовали их. А основная задача у них сейчас сделать цифровую экономику, вкладывать, опять же, в основной капитал, в инфраструктуру 2.0, так называемую, это центр обработки данных и прочее. Следующее, это усложнение управления экономикой, потому что 10 лет назад, 15 лет назад можно было воткнуть палку, и она бы стала приносить плоды. Сейчас так уже в Китае не работает, там конкуренция очень серьезная. И третье, когда настолько экономика усложнилась, что когда вы пытаетесь отрегулировать одну сферу, например, ограничить прирост долга, то непонятно, как правительственные действия могут отразиться на другой сфере. Ну, вот как раз пример бегства капитала, потому что все говорят, что это происходит из-за неуверенности в будущем китайской экономике, а некоторые исследователи говорят, что это происходит из-за того, что в 2023 году начал действовать закон о шпионской деятельности в Китае, и, собственно говоря, в соответствии с этим законом большая часть всей работы консалтинговых компаний, иностранных в том числе, попадает, может быть, расценена как шпионская деятельность. Они просто прекратили выдавать аудиторские заключения, а без аудиторских заключений иностранные компании не могут производить инвестиции. Так, все, спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Веги, пожалуйста, вопросы к докладчику. Ольга Витальевна. Добрый день, еще раз, очень приятно снова встретиться на новостной площадке. Вы не назвали один фактор, который всегда бывает в, что называется, headlines, или во-первых, страхах почти любого западного анализа экономических процессов в Китае, это замедление темпов роста населения и старение населения. Я, на самом деле, много еще чего не назвал, просто время перестаться ограничено. У них это всегда в топе, и у нас ощущение такое, что они будут стареть, раз население перестает расти, то будет торможение экономического роста. Ваша точка зрения. Спасибо. Моя точка зрения, что, конечно же, это серьезный фактор, фактор серьезный, на который, почему он серьезный, потому что нагрузка на пенсионную систему. Каждый год китайское правительство опубликовывает данные, что в этом году 95% на всего населения охвачено системой государственной и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, здесь основной упор, проблема заключается, я думаю, что они роботами справятся. Проблема тогда возникает в реализации двойной циркуляции. Кто у них потреблять-то будет? Вот, это первое. Старики все равно не зарабатывают такого количества денег в Китае, и молодежи приходится их содержать. Там плюс-минус по разным провинциям. Если в прибрежных провинциях, в Шанхае, старики могут себе позволить жить на накопление и не трогать молодежь, то те старики, которые живут во внутренних районах, они живут на деньги, которые им присылают дети, которые работают в прибрежных провинциях. А детям приходится содержать двух родителей со стороны жены, двух родителей со стороны мужа, и как минимум одного ребенка. А в общем-то детский сад платный, школа платная, институт платный. Да, сейчас китайское правительство пытается решить вопрос с репетиторами, но это все очень недешевое удовольствие. И здесь главный вопрос, каким образом тогда реализовывать одну из целей китайских властей реализовать политику всеобщего процветания. То есть это... Ну, там... Да. Но я не могу это, Юрчик, о китайстве не дать. Поскорите, пожалуйста, насколько китайское руководство склонно к многосторонним проектам в этом регионе и в других регионах? Многосторонним международным проектам? Как мне кажется, раньше оно было несклонно и предпочитало работать на двусторонней основе, чтобы не забивать себе голову всякими особенностями. Но теперь, учитывая то, как меняется ситуация и понимание, что соперничество с США это очень серьезно и, видимо, надолго, они пытаются интегрироваться в разнообразные интеграционные структуры на пространстве Тихоокеанской Азии. Это прежде всего новые интеграционные объединения торгово-экономические союзы. Это, естественно, реализация одного пояса, одного пути. И плюс еще они очень с надеждой смотрят на возможность создания трехсторонней зоны свободной торговли Китай, Япония, Южная Корея. Да, и последний вопрос. Вы знаете, когда мне лет пять назад говорили, что в Китае будет кризис недвижимости, я говорил, что китайское правительство разумное, оно найдет какой-то красивый выход из него. Почему не нашли красивый выход? Мне кажется, что то, что сейчас происходит в Китае, это и есть попытка, условно говоря, красивого выхода. Значит, на мой взгляд, в чем заключается проблема китайской экономики? То, что у них критические моменты, которые мы сейчас наблюдаем, это рукотворные. Значит, они несколько лет назад, у них, естественно, рынок недвижимости, как и во всех странах в мире, развивается циклический. Рост охлаждения, рост охлаждения. В определенный момент китайские власти решили бороться с задолженностью застройщиков. Что они сделали? Выпустили Центральный банк, Народный банк Китая выпускает циркуляр, а заглавленный там три красных линии, где прописаны критерии получения нового финансирования или кредитов. И оказалось, что у них там больше половины застройщиков по соотношению собственных активов к заемным, собственных активов к перспективному строительству не соответствуют этим критериям. Первый, под раздачу попадает Эвергранда. Эвергранда. Да, потому что он не может перекредитоваться. А продать то, что он уже построил, не может, потому что китайцы начали еще с другой стороны завинчивать гайки у ипотечников. То есть, получается, я не могу купить, потому что ипотеку не могу получить, Эвергранда не может продать, потому что у меня нет денег, и он перекредитоваться не может, потому что он не может получить деньги у правительства. И это и был, на мой взгляд, спусковой крючок для той ситуации, которая сейчас происходит. Они уже пошли, да, и плюс еще вот проблема Китая, на мой взгляд, заключается в том, что стало, если раньше я всегда думал, что китайцы очень рациональны, то сейчас становится много популизма. И Си Цзиньпин сказал, что жилье это для жизни, а не для спекуляций. И все сказали, ну партия сказала, комсомол ответил надо. И начали закручивать гайки. Это вот к этому и привело. Алексеевич, а можно реплику? А правда, что на 24 метра это вышли на человека? Ой, ну я так сейчас не понял. Я читал статус данные, нам еще до этого реплика. У нас 28. У нас такие 20. У Бадыгей этого стоит. Нам даже здесь сказали, что 40. У нас Москва на последний близкий здесь. Коллеги, честно признаться, на вскидку не помню цифры, но то, что, по крайней мере, там у моих знакомых, которые себе в ипотеку квартиру купили, китайские ученые, квартиры немаленькие. Ого-го. Другое дело, что понятно, это не в городах первого пояса так называемого. Спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. У нас осталось два доклада. Дарья Игоревна Ушкалова, кандидат экономической наук в Институт экономики Российской академии наук, Школы исследований экономической интеграции. И завершать будет Сергей Александрович Афонсов с актуальнейшей темой про санкции. Здравствуйте, коллеги. Мое выступление будет посвящено исследованиям экономической интеграции в отечественной академической науке. Надо сказать, что если мы в целом возьмем Школу интеграционных исследований, то, конечно, она в нашей стране достаточно мощная. И она с самого начала подразделялась на два направления, можно сказать, две крупные школы. Начнем с советского периода, когда, собственно, эти школы сформировались. Во-первых, это Школа исследований капиталистической интеграции, или, как сами они себя называли в те годы, Школа исследований европейской интеграции. Ну и чуть позже появилась Школа исследований социалистической интеграции. Собственно, Школа исследований капиталистической интеграции появилась практически параллельно реальному становлению интеграционных процессов в Европе. Надо сказать, что в течение советского периода эти исследования прошли три этапа. Первый этап можно назвать такой стадией отрицания, когда, в общем-то, господствовало достаточно скептическое отношение к тем объединительным процессам, которые были в Европе. Но уже к началу 60-х годов, в общем-то, этот скепсис сменился действительно серьезными исследованиями. Собственно, когда мы говорим о Школе исследований европейской интеграции, конечно, прежде всего в тот период мы имеем в виду ММО Академии наук СССР. Собственно, с момента создания института в 1956 году институт начал заниматься интеграционными исследованиями. Ну и в дальнейшем, в советский период этой же проблематикой занимался институт Европы РАН, который выделился в 1987 году, и не он, точнее сказать, отдельные сотрудники и не он. Итак, вот второй период, наверное, достаточно продуктивный, наиболее продуктивный для Школы исследований европейской интеграции. Он длился, наверное, до приблизительно середины 80-х годов. Именно в этот период, собственно, сложились основные характеристики отечественной школы исследования европейской интеграции. И, конечно же, это тот самый период, когда, в общем, творили, можно сказать, классики, классики отечественной школы интеграционных исследований. Ну вот, а второй школой явилась уже Школа исследований социалистической интеграции. Надо сказать, что эти исследования развивались с начала создания Института экономики и мировой соцсистемы в 1960 году. И, в общем-то, уже в тот период проблематика взаимодействия в рамках Совета экономической взаимопомощи, в общем-то, стало одним из основных направлений исследования ИЭМС Академии наук СССР. Ну, теперь давайте я чуть подробнее остановлюсь на каждой из этих школ. Итак, исследования капиталистической или европейской интеграции, которые производились в ИММУ. Ну, прежде всего, как я сказала, уже на втором этапе этих исследований произошла такая легитимация интеграционных исследований как важного элемента экономических и гуманитарных исследований. И, в общем-то, после этого эти исследования действительно заняли свое такое почетное место. Надо сказать, что с самого начала в ИММУ интеграционные исследования обладали междисциплинарным характером, то есть сочетали исследования экономистов и политологов. При этом уже, начиная с 60-х годов, наблюдается дифференциация работ по интеграционной проблематике. В частности, выделяются отдельные направления. Это общетеоретическое направление, страноведческое направление, изучение конкретных экономических аспектов, исследование социальных и политических аспектов европейской интеграции, исследование внешнеполитических аспектов европейской интеграции и, собственно, сравнительные исследования. То есть речь идет о сравнении капиталистической и социалистической интеграции. Конечно, вот сегодня Алексей Владимирович уже в своем выступлении упоминал некоторых классиков Отечественной школы интеграционных исследований и Маргариту Матвеевну Максимову, и Юрию Витальевичу Шишкову. Ну вот я чуть-чуть более подробно остановлюсь. Действительно, конечно же, в ММО РАН трудилось огромное количество исследователей, которые заслуживают упоминания, но вот в силу ограниченности времени мы все-таки, я упомяну только Максимову и Шишкову. Они внесли, конечно, вклад в развитие Отечественной теории, которую достаточно сложно преуменьшить. Собственно, Юрий Витальевич Шишков фактически является основоположником тех представлений об экономической интеграции, которые существуют до сих пор. И, в общем-то, к его заслугам следует отнести и переосмысление теоретических концепций европейской интеграции, и одно из наиболее полных определений экономической интеграции, которая, как ни странно, до сих пор не теряет своей актуальности, и, конечно же, теорию интеграционной зрелости, которая во многом дискуссионная, но, тем не менее, продолжает, в общем-то, быть, продолжает вызывать интерес. Ну вот, то определение, которое Юрий Витальевич дал интеграции, а он разделял интеграцию интегрирования, и в данном случае мы, конечно, имеем дело с определением интеграции как процесса, оно до сих пор остается одним из наиболее полных, наиболее развернутых определений, которые до сих пор используются. Итак, параллельно в Институте экономики мировой социалистической системы развивались исследования социалистической интеграции. На самом деле эти два направления, они были, конечно, тесно взаимосвязаны, надо сказать, что тут тоже было несколько этапов исследований, и на самом деле само понятие социалистической интеграции, оно возникло вовсе не сразу. Заслуга, собственно, заслуга в появлении этого понятия принадлежит Юрию Семеновичу Ширяеву, выдающемуся исследователю социалистической интеграции, который, собственно, и ввел это понятие в научный оборот. Среди наиболее выдающихся исследователей стоит, конечно, упомянуть и директора ИЭМС, академика Олега Тимофеевича Богомолова, и Александра Наумовича Быкова, и Александра Митченикипилова, который в те годы занимался вопросами адаптации Совета экономической взаимопомощи к изменениям, скажем так, условий. Итак, какие проблемы находились в центре исследований ИЭМС? Это исследование объективных предпосылок развития интеграционных процессов в рамках СЭФ, это исследование методологических базовых понятий и характеристик феномен региональной интеграции в рамках мировой соцсистемы, разработка механизмов социалистической интеграции, в частности, это и совместная плановая деятельность, и координация долгосрочного планирования, научно-техническое сотрудничество, и совместное решение отраслевых проблем, и целый ряд других аспектов. Это, конечно же, исследование проблем развития социалистической интеграции в условиях перехода к рыночным, товарно-денежным отношениям, экономической либерализации. Вот этими аспектами, в частности, занимался Александр Медович Никипелов. Ну, я в данном случае имею в виду период уже второй половины 80-х годов. И надо сказать, что для ЭМС был также характерен уникальный подход к изучению региональной интеграции. С одной стороны, проблематика экономического интегрирования изучалась напрямую, с другой стороны, в рамках ЭМС была создана очень сильная страноведческая школа, и фактически, вот именно в рамках страноведческих исследований, которые затрагивали все аспекты политико-экономического взаимодействия СССР со странами Центральной и Восточной Европы, также проводилось достаточно большое количество научных изысканий. Итак, в советский период, таким образом, интеграционные исследования, они фактически фокусировались в этих двух центрах. Конечно же, я не упомянула огромное количество других институтов и институций, но, в общем-то, их вклад, скажем так, был заметно меньше, хотя, повторюсь, с конца 80-х появился Институт Европы, в который перешли видные исследователи европейской интеграции. Ну и, на самом деле, конечно же, ИЭМС и ММО были не единственными центрами, в которых развивались эти исследования. На самом деле, вот с прекращением существования Советского Союза, конечно, ситуация изменилась радикальным образом. На самом деле, она изменилась еще в конце 80-х годов, когда прекратил свое существование Совет экономической взаимопомощи. И надо сказать, что вот этот опыт СЭФ, он был забыт и в значительной степени незаслужен. В общем-то, те исследования, которые начали проводиться в 90-е годы, они в значительной степени не учитывали наработок, которые были сделаны в ИЭМС применительно к социалистической интеграции. Надо сказать, что сейчас, кстати говоря, по прошествии времени, очень многие инструменты, очень многие механизмы, которые тогда разрабатывались, оказываются неожиданно актуальными. Это и, например, программный подход, и проектное финансирование. Это и попытки координации планов. Хотя, конечно, мы все понимаем, что социалистическое интегрирование происходило в других условиях хозяйствования, и копировать его слепо нельзя. Так вот, в 90-е годы, таким образом, вот эти два центра, они все равно продолжили свое существование. С одной стороны, это мощная школа исследований европейской интеграции, и тут вроде бы ничего не поменялось, может быть, даже расширилась проблематика, потому что страны Восточной Европы вошли в орбиту интеграционного влияния Европейского Союза. Ну, в общем-то, вот этот крупнейший центр исследования европейской интеграции, они продолжили свою успешную работу. Тут следует выделить и работы, присутствующие здесь Ольги Витальны, Буториной, и работы Алексея Владимировича Кузнецова, и, конечно же, целый ряд других исследований. На самом деле, мне даже немножко неудобно, потому что я вывела только некоторые фамилии на слайд, а на самом деле этих фамилий, конечно, значительно больше. И вот эта проблематика, она, конечно же, очень активно развивалась в 90-е, в 2000-е и в последующие годы. С другой стороны, перед вызовом стала школа, которая была сформирована в Эпсе, но на самом деле вот тот задел, который был накоплен, он не пропал, и на базе ИЭМСа, уже в рамках ИМИПИ, была сформирована крупнейшая в стране школа исследований постсоветской интеграции. Ну, изначально она базировалась на опыте ИЭМС, ну, ИЭМС получил новое название ИМИПИ, в дальнейшем влился в Институт экономики РАН, и, в общем-то, в нашем институте продолжаются все эти исследования. Причем исследование интеграционной проблематики в ИМИПИ, в Институте экономики РАН, также происходило по двум направлениям. Во-первых, это изучение проблем включения государства ЦВЕ в европейские интеграционные процессы, в русле исследований по трансформационной проблематике в отдельных постсоциалистических странах. И тут, конечно, следует выделить работы Светланы Павловны Глинкиной и целого ряда других исследователей. С другой стороны, это, собственно, исследование интеграционных процессов на постсоветском пространстве и в рамках Содружества независимого государства, и в рамках Союзного государства России, Беларуси, в рамках Евразеса, теперь уже Евразийского экономического союза, изучение модели экономической интеграции, выработка модели интеграции с участием России. Собственно, в данном контексте следует упомянуть и директора Института экономики РАН, Михаила Юрьевича Головнина, и член корреспондента Гринберга, нашего бывшего директора, и целый ряд других исследователей. На самом деле, эта школа очень крупная, я отношу себя тоже к этой школе. И, конечно, вот за этим слайдом на самом деле кроется огромное количество работ, анализ которых уместить во время выступления совершенно невозможно. Но я попробую все-таки выделить определенные закономерности в этих исследованиях. Конечно, если мы вот сейчас, с высоты 2024 года, посмотрим на то, что было сделано с 1991 года, то можно выделить целый ряд периодов. На самом деле, на первом этапе, конечно, существовало достаточно большое количество заблуждений, господствовала точка зрения, что, в общем-то, можно взять некий советский опыт и использовать его практически в неизменном виде в рамках интеграционных объединений. Так вот, например, даже Олег Тимофеевич Богомолов в свое время, в 1993 году, писал, сравнивая перспективы экономического союза в рамках СНГ и Европейского союза. Он на основе анализа делал вывод о том, что, в общем-то, в СНГ значительно быстрее будет построен валютный союз, потому что, ну, у нас-то уже все было, у нас все уже построено, нам вот чуть-чуть здесь немножечко подрегулировать, и все будет хорошо. А Европе-то придется строить заново. Но сейчас, конечно, эти представления, они выглядят несколько наивными. Мы все прекрасно знаем, когда в Европейском союзе была введена единая валюта, и мы прекрасно знаем, в общем, состояние интеграционных процессов в СНГ. На смену вот этой концепции... Дарья Кривина. Две минуты и все, Алиса Владимирович. На смену этой концепции пришла новая концепция, расцвет, который приходится, наверное, на конец 90-х, начало 2000-х годов, когда фактически речь шла о заимствовании европейской модели интеграции и, в общем-то, игнорировании определенных особенностей постсоветского пространства. Надо сказать, что этот период длился достаточно долго, и действительно, вот работы, которые писались в конце 90-х, начало 2000-х годов, они в основном базировались на таких традиционных европейских представлений об экономической интеграции. И только чуть позже, уже в 10-х годах, начало формироваться представление о специфике опыта интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве. Возникли альтернативные представления о том, что такое, в принципе, есть интеграция. И надо сказать, что исследования, которые проводились в тот период, они, в общем, действительно расширяли представление об экономической интеграции. И тут стоит упомянуть и работы Бориса Ароныча Хейфица, и его совместную работу, например, с Александром Михайловичем Либманом, когда действительно, в общем-то, подходы, свойственные, например, открытому регионализму, они начали активно внедряться в, скажем так, в моделирование интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Сейчас эти исследования продолжаются. Я, завершая свое выступление, конечно, завершить хочется на какой-то позитивной ноте. На самом деле, вот концовка такая и позитивная, и негативная одновременно, потому что перед российской академической наукой стоит важнейшая задача разработки моделей эффективных механизмов участия России в региональных и трансрегиональных интеграционных процессах в современных геополитических условиях. И задача эта, конечно, непростая. Она требует пересмотра многих подходов и, прежде всего, подходов к сущности экономической интеграции и к тому, что из себя будет представлять экономическая интеграция в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Задача эта сложная, но интересная. Так что я думаю, что мы будем продолжать. И это будет очень интересно. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы к докладчицам, если есть. Да. Спасибо большое, особенно за то, что Вы вспомнили СЭФ. Два коротких вопроса от России и страны мирового большинства. На Ваш взгляд, что-то из СЭФ мы можем туда перенести? Кто-то пишет уже на эту тему или нет? Ну, накачиванием ресурсов, я не буду свою эту теорию развивать. И второй вопрос. Вот Евразийский экономический союз. Нам, юристам, почти нечего там читать. Он экономический, там есть договор, там есть протокол, там нет политического измерения официального. А у Вас вот что есть такое, чтобы Вы порекомендовали прочитать? То есть за исключением того, что директор, может быть, написал. Спасибо, прочитаем. Ну, я даже не знаю, что тут ответить. Читайте работы нашего института. У нас столько директора пишет. У нас пишет огромное количество сотрудников. На самом деле, ну, вот я вывела такой, тут очень краткий, на самом деле, список, но вообще я рекомендую. Можно рекламой заниматься? Можно? Можно. Заходите на сайт института экономики РАН. Регулярно у нас те или иные тоже научные мероприятия. У нас проблемами интеграции занимаются сразу несколько центров. Значит, это и центры под руководством Леонида Борисовича Вардонского, Центр постсоветских исследований. И, с другой стороны, мой центр, Центр исследований международной макроэкономики, внешнеэкономических связей, тоже занимается этой проблематикой. Ну, мы, мне кажется, в таком, даем такой синергетический эффект, потому что мы не столько конкурируем, сколько взаимодополняем друг друга. Теперь по поводу первого вопроса, по поводу СЭФ. Ну, на самом деле, конечно, если вы представляете себе опыт СЭФ, то вы понимаете, что брать его слепо как бы невозможно. Но в действительности, вот очень многие подходы, которые предлагаются, они на самом деле корнями уходят в опыт СЭФ. Ну, вот не так давно, кстати говоря, наш сотрудник Борис Ароныч Хиефиц, он предложил концепцию накопительной интеграции. На самом деле была очень большая дискуссия в институте, потому что я для этого явления предлагала еще несколько лет назад другой термин, нелинейная интеграция. Ну, вот он предложил такой термин накопительная интеграция. И, в общем, дискуссия была очень интересная. Но если разобраться в том, что такое накопительная интеграция, ну, к сожалению, времени мало, поэтому я не смогу сейчас это объяснять подробно, но если разобраться, то там огромное количество элементов того инструментария, скажем так, который на самом деле использовался в СЭФ. Ну, например, проектное финансирование, совместные какие-то проекты, согласование, например, ну, скажем так, торгово-экономического сотрудничества, то есть банально торгово-экономическое сотрудничество. И вот мы тогда обсуждали, мне кажется, дважды мы обсуждали теорию Бориса Ароныча, да? Доклад есть. Да, он висит, на самом деле. Да, там на самом деле многое, что написано. Но вот дважды мы обсуждали, и основной вопрос был, а можно ли вообще, в принципе, вот такого рода процесса считать интеграцией? Потому что с точки зрения классической теории, вот очень многие аспекты, которые он выделяет, не подходят под определение экономической интеграции, а подходят под определение экономического сотрудничества. А вот если мы посмотрим именно на социалистическую интеграцию, то там как раз все будет укладываться. Ну, я сейчас привела только один пример Бориса Ароныча Хельфица, потому что на самом деле исследований, конечно же, больше, и далеко не все ограничивается вот таким подходом. Кстати, в качестве рекламы канал YouTube и НИОН, и канал YouTube Института экономики являются партнерским. Мы стараемся вывешивать записи мероприятий, и очень любопытно, аудитории явно разные, партнерство явно работает, потому что проходившая в декабре российско-монгольская конференция на сайте НИОН просматривалось, наверное, раз в 200, а, по-моему, в институте экономики какой-то рекорд, чуть ли не 10 тысяч, да, 10 тысяч. Это редкий случай, когда мы вывесили на двух каналах одно и то же, да. И вот явно разные просто аудитории, поэтому обращайте внимание на сайтах, особенно через YouTube канал, есть записи просто многих мероприятий, даже сегодняшняя конференция, мы же понимаем, что 4 правильных секции, но они все будут с какой-то, конечно, временной отсрочкой, да, выложены на сайт. Я с удовольствием, благодарив нашу докладчиццу, приглашаю к микрофону Сергея Александровича Афонсова, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономической наук, профессор, представляющий Институт мировой экономической отношения РАН и экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Внешняя торговля России в условиях санкций. Оптимистические парадоксы. Так, коллеги, я должен сразу извиниться за две вещи. Первое, за то, что я опоздал, потому что я на параллельной секции делал близкий по тематике доклад. Даже некоторые слайды там будут пересекаться. А во-вторых, за то, что я, в отличие от уважаемых коллег, лишен возможности рассказывать о ретроспективе исследований того, о чем я буду говорить, просто потому что такой ретроспективы нет. А российская экономика с санкционным воздействием в том плане, в котором этот термин понимается в современной экономической науке и науке о международных отношениях, раньше не сталкивалась. И даже если мы будем говорить о параллелях с какими-то другими ограничениями, которые российская, ранее советская экономика на себе испытывала, то по масштабу того, с чем мы сейчас сталкиваемся, ничего подобного раньше не было. Значит, фактически с 2014 года российская в каком-то смысле и мировая наука и экспертное сообщество столкнулась с необходимостью системной оценки экономических последствий, вводимых против Российской Федерации экономических санкций, отталкиваясь от того опыта, который был накоплен в исследованиях санкций, введенных против других стран, но масштабируя эту задачку к специфике российского случая. Значит, давайте мы попробуем посмотреть на некоторые промежуточные итоги этого анализа, понимая, что он охватывает в настоящее время главным образом анализ некоторых статистических показателей, о природе которых мы пока, кстати говоря, можем иметь ограниченное представление. Почему? Ну, потому что статистика российская в настоящее время публикуется крайне ограниченным масштабом, а статистика параллельная, по которой работают наши западные враги-партнеры, она не охватывает всей глубины тех изменений, которые в российской торговле происходят. Значит, что мы сделаем, ну, по крайней мере, постараемся успеть, с учетом того, что времени у нас крайне мало, и, строго говоря, конференция уже закончилась на сегодня. Немножко санкционного контекста, немножко макроэкономической динамики для того, чтобы понять, о чем идет речь, и четыре парадокса, на которых я хотел бы остановиться, понимая, что их осмысление, как аналитическое, так и тем более теоретическое, это, в общем, задачка на будущее, когда мы будем иметь больше данных и когда мы будем иметь более глубокую хронологическую перспективу того, что мы анализируем. Значит, что такое экономические санкции? Экономические санкции, ну, в общем говоря, это достаточно стандартный инструмент мировой политики, который связан с использованием экономических рычагов для изменения внешней и внутренней политики в стран, которые являются адресатами санкций. На протяжении последних двух десятилетий в мировой практике наблюдался резкий рост интенсивности применения экономических санкций. И обратите внимание, что этот рост начался отнюдь не в 2014 году, когда санкции начали активно применяться против Российской Федерации, и вот где-то вот это наблюдалось еще до 2010 года, где объектами санкционного давления были страны, которые, ну, так сказать, в международной практике рассматриваются как традиционные адресаты санкций. в первую очередь, и это Иран, Мьянма, Либерия и ряд других стран. Так, как это... Давайте вот так попробуем. Значит, одновременно с ростом числа применения санкций резко выросло число и пропорция санкций, которые не достигало своих целей в сфере изменения внешней и внутренней политики стран-адресатов. Вот здесь как раз резкое нарастание доли неэффективных санкций приходится как раз... Начало его приходится на середину прошлого десятилетия, и ключевой вклад в обрушение эффективности санкций внесла наша замечательная страна, а также Республика Беларусь. Ни один из санкционных инструментов, использованных против этих стран, в перспективе, доступной для анализа, не привел к изменению внешней либо внутренней политики соответствующих стран. Значит, почему специфика российского случая экстраординар? Ну вот ровно поэтому. Значит, мы говорим о том, что да, есть традиционные страны адресаты санкций, против них применяется достаточно большое количество ограничительных мер, традиционно лидером был Иран, на протяжении последнего десятилетия с хвостиком его начала догонять Сирия, значит, с 20-го года начали прессовать Беларусь, но то, что произошло с Российской Федерацией, это совершенно феерическая история, которая не имеет параллелей в, так сказать, экономической практике. И то, что происходит с точки зрения эскалации санкционного процесса, с точки зрения того, как последовательно включались в сферу ограничений различные отрасли, деятельность различных хозяйствующих субъектов и различные сферы международного сотрудничества, также не имеет параллелей и заслуживает для начала аналитического, но затем, надеюсь, и уже какого-то теоретического рассмотрения, опять-таки, которое является делом будущего. Значит, то, что мы видим в настоящее время и то, что мы можем прогнозировать на ближайшее будущее, в общем, как бы ничего хорошего нам в части ослабления санкций не сулит. Даже если сейчас представим себе, что мы где-нибудь отловили Хаттабыча, значит, выдрали у него волосы с бороды, и геополитический кризис кончился, ясно, что наши геополитические оппоненты совсем не будут расположены к тому, чтобы отказываться от совершенно замечательного, с их точки зрения, инструмента давления на Россию, если даже вооруженная фаза конфликта на Украине будет прекращена, перспективы отмены введенных санкций не просматриваются, ну, как минимум, на ближайшие годы. Что с точки зрения макроэкономики это дало? И на каком фоне мы должны анализировать российскую внешнюю торговую? Значит, я покажу вам просто два слайда. Это первый слайд. Прогнозный слайд по динамике мировой экономики и российского ВВП от Международного валютного фонда, данный в апреле 22-го года, по следам начала специальной военной операции. И мы можем видеть, что Международный валютный фонд пророчен Россией. Мы можем посмотреть на другой график. Это то, что Международный валютный фонд опубликовал в январе текущего года, куда делись там 8 с лишним процентов потенциального спада российского ВВП. В результате, по итогам 22-го года, спад российского ВВП оказался меньше даже, чем в ковидном 20-м году. А после этого наблюдался уверенный экономический рост, который даже по прогнозам должен сохраниться, ну, как минимум в этом году, а может быть и в следующем. Значит, соответственно, те прогнозы, которые были завязаны на вот этот сценарий об обрушении российского экспорта и коллапсе российского импорта, оказались крайне необъективными, они были пересмотрены. И то, что мы имеем в реальности, на самом деле, представляет собой набор некоторых достаточно интересных парадоксов, которые, собственно говоря, парадоксальными являются во многом потому, что никто не ожидал, что такое вообще может быть. Значит, о чем идет речь? Значит, здесь я вынужден оперировать на параллель, вынужден апеллировать к параллельной статистике стран-партнеров, слава богу, есть организация, которая достаточно эффективно с этой статистикой работает, экспертный центр Брёгель, базирующийся в Брюсселе, который достаточно быстро перешел на анализ параллельной статистики российской торговли, делая свои выводы, а мы сделаем из этого свои выводы. Значит, что оказалось парадоксальным? Вот, опять-таки, парадоксальным с учетом вот этого. И здесь можно выстраивать двойную логику рассуждений, с одной стороны, мы можем говорить, как парадоксально, что это несмотря на такое давление произошло, а с другой стороны, мы можем выстраивать логику обратного, что именно благодаря такому давлению это и произошло. Значит, что здесь можно видеть? Здесь можно видеть, что фактически на протяжении считанных месяцев российская внешняя торговля радикально развернулась с востока на запад. Значит, вот может быть это, так сказать, еще более наглядно. Вот на этом графике видно, это в ноябре наша федеральная таможенная служба опубликовала цифры географической разбивки торговли по географическим регионам, что мы здесь видим? Вот просто, так сказать, первые три квартала, они наиболее показательны, вот за эти три квартала все и произошло. мы видим, что фактически значительная часть экспорта России просто переключилась с запада на восток. С минимальными потерями. Причем переключилась крайне радикально и таким образом, что в общем ну не то, чтобы даже шокировала, а даже напугала некоторых наблюдателей. Значит, если мы посмотрим на экспорт минерального топлива, то посмотрите на динамику ИИ. Значит, за щитанные месяцы ее доля увеличилась самым радикальным образом Российская Федерация вышла на лидирующие позиции в поставках нефти в Индию. Почему это интересно? Потому что ну вот как бы я в экспертном бизнесе по внешнеэкономическим связям ну четверть века. Вот сколько я себя помню, мы писали в каждом драфте внешнеэкономической стратегии одним из главных приоритетов российской внешней торговли должно стоять развитие экспорта углеводородного сырья в Индию. Крупнейший рынок, спрос большой, работать кто угодно, кроме Российской Федерации. Значит, я еще помню центр Грефа был, мы для него писали там значит в первые постельцинские годы. За четверть века не произошло ничего. Ой, там Гималайи, через Гималайи не перебросишь трубопровод, ой, там Афганистан страшно, ой, там танкерами далеко и долго, что там мелочится, вот здесь Европа, все она у нас купит. Вдруг оказалось, что Европа ничего не покупает, и вдруг оказалось, что как бы такой товар вообще нужен всем. И ну считайте, что за 4 месяца было сделано то, что не делалось четверть века, и считалось, что это сделать нельзя. Остал. кто еще выиграл из стран торгового партия? Ну, на самом деле выиграли все, кто умел подсуетиться, но главными венефициарами стали Китай, Индия и Турция, плюс дальше пошли страны Центральной Азии и Восточной Азии, и это наблюдается не только по экспорту, но и по импорту. Фактически Европа и Япония с Южной Кореи просто подарил российский автомобильный рынок Китаю, значит, вот просто они его съели, как съели, и вот у меня просто главный вопрос, как бы вот китайцы, они хотя бы веночек-то на могилку европейского автопроба привезут, или как просто так съедят, и, так сказать, фамилию не спросят. Скорость абсолютно феерическая, и прецедентов такого жесткого и быстрого разворота нет. Значит, это я вам уже показывал, вот цифры по текущему году, по закончившемуся году, значит, опять-таки эти цифры спасибо Федеральной Таможенной Службе, здесь вот этот эффект несколько завуалирован за счет эффект снижения цен, но, как бы то ни было, мы видим радикальный отход от европейского вектора в пользу азиатского. Соответственно, если мы посмотрим на прогнозы региональные по росту ВВП, мы увидим, что, в общем, мы в правильном направлении реориентировались, мы реориентировались на быстро растущие страны, которые будут генерировать спрос. Второй, масштабы внешнеторговые адаптации. Значит, фактически, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем рост российских показателей внешней торговли, в первую очередь экспорта по прошлому году. Да, относительно прошлого года, относительно 22-го года, в 23-м году было замедление. Вот оно там, 71,7. Но если мы посмотрим относительно 21-го года, относительно 21-го года, у нас экспорт был лучше. По некоторым позициям хуже, но в целом лучше. Это значит, что мы не только по географии развернулись, но и по объемам тоже. Значит, с моей точки зрения, это один из замечательных иллюстраций того, что вот идея о том, что Россия малая открытая экономика, которую нам вкладывали в голову с начала 90-х годов, от России ничего не зависит, Россия прайс-тейкер, вот она что происходит в мировой экономике, то и отражает. На самом деле ничего подобного. Россия вполне себе тренд-центр, по крайней мере, на некоторых внешнеторговых рынках. И это тоже нечто, что на самом деле представляет собой некоторый челлендж для экспертного и научного знания. Значит, отраслевая адаптация. Значит, опять-таки, здесь я ориентируюсь уже на показатели тоже трех кварталов прошлого года и позапрошлого года, просто потому, что вот эта табличка, она пока есть для трех кварталов. Что мы здесь видим? Ну, в общем, мы видим что-то плохое, да, вот эти вот показатели снижения общего объема, замедления, так сказать, экспорта минерального сырья, химии. Но, если мы посмотрим на металл, то, в общем, сокращение достаточно, ну, не смертельно. отчасти, потому, что металлы нужны на рынках и против них, в общем, как-то особых санкций, значит, в столь масштабных не выводили, но даже с учетом того, что происходило в отраслях, проблемы с доступом к финансированию, инвестиций, проблемы выпадения европейского спроса и так далее, в общем, спад-то достаточно умерен. Но, вот это вот вообще замечательно. рост импорта, то есть, базовая логика заключается в следующем. Когда в экономике все плохо, первое, что падает, падает импорт. Причем, падает гораздо сильнее, чем все остальное, что плохо. В российской экономике импорт растет. С одной стороны, это говорит о том, что не так все плохо, а с другой стороны, это говорит о том, что то, что нам нужно, мы покупать можем. И это четвертый парадокс. Адаптация по хай-теку. То, над что делали наши оппоненты наибольший акцент, что вот точно, вот это точно никогда не продадим. Вот это Россия никогда от нас не получит. Ну и что у нас получается? У нас, да, есть какие-то средние просадки по транспортному оборудованию, но в среднем это ниже. Но, опять-таки, это не трагедия обвала. если мы берем вот этот замечательный график электрическое и электронное оборудование, в общем, как-то, ну да, некоторые снижения есть, но обвала нет. Ой, Россия не получит там вообще полупроповедников, значит, вот она пусть пропадает в каменном веке. Да ничего подобного. Ну там, как бы по тренду там можно по среднему посмотреть, чуть-чуть снижается, а, ну, в общем-то, как бы, конец года даже и пик был, значит, офисное оборудование практически, да, относительно тренда никуда не делось, инструменты и аппараты, ну да, вот, спад, потом потихонечку начали отрастать. Так вот, две недели назад на встрече с китайцами мы обсуждали этот вопрос и, так сказать, как-то в дискуссиях вырос аргумент, ну а что, собственно говоря, ну не продают нам европейцы электрическое и электронное оборудование. Ну, мы непосредственно у китайцев его купим, все равно все в Китае производится, зачем покупать там с брендом из Италии, когда можно непосредственно от производителя дешевле и лучше. четыре парадокса, которые не имеют ни параллелей в экономической истории, ни адекватного теоретического объяснения, кроме некоторых метафорических рассказов о том, что для крупной экономики все возможно, и деньги побеждают любое зло. Фактически по импорту работает второй принцип, по экспорту работает первый принцип. Я не готов предложить глубокое теоретическое объяснение того, что мы здесь наблюдаем, но то, что эти парадоксы кажутся мне оптимистическими, это я от вас скрывать не буду. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Дайсан Сергеевич, пожалуйста. Позвольте не разделить ваш оптимизм. Первое. Если структура экспорта примитивна и состоит из сырья и полуфабрикатов, которые котируются на мировых биржах, то в принципе не так сложно переориентировать экспорт. В отличие от экспорта той страны, которая завязана не просто на машины оборудования, а на отдельные детали, на сборку и так далее. Там это намного сложнее. Вот они, сидя, на Западе, сидя, в этом экспорте, наверное, не до конца представляли, что этот экспорт простой, который у нас, можно так быстро переориентировать. Второе. Насчет потерь. Мне кажется, здесь у вас не просто оптимизм, а слишком оптимизм. А что? Чрезмерный оптимизм. Чрезмерный оптимизм. Я сейчас с трудом вспоминаю, но, по-моему, в среднем ЮРЛС наш до санкции продавался со скидкой где-то в районе 10 долларов по отношению к бренду. Говоря по-другому, сейчас бренда это 80 с лишним долларов за баррель. А ЮРЛС сейчас продается, насколько я помню, последнюю цифру, может быть, ошибаюсь, 60 долларов за баррель. Очень сильные скидки. Второе. помимо того, что не просто объем выручки за то же самое количество сырья мы получаем меньше, мы получаем еще и индийскую рупию, которой нам, в принципе, не нужно, потому как наш импорт из Индии, он ничтожен и в перспективе не будет нарастать. ЮАНи нужны, да, но, но, и рупии не нужны. И до сих пор, насколько я представляю, проблема с вот этими судорожными поставками нашей нефти в Индии, они с оплатой их до конца не решены. Третий антипарадокс. Последняя цифра по Китаю за декабрь говорит, что у нас 40% импорта из Китая. Не слишком ли? Не слишком ли? Было ли такое? В последние десятилетия, чтобы мы на 40% по импорту зависели от одной страны? Евросоюз это не страна, это объединение стран. Там 27 стран. А 27 стран. А Китай один, а не 27 стран. В-третьих, судя по всему, то, что мы сейчас имеем с санкциями, это не то, что будет медленно развиваться. А скорее это будет развиваться, может быть, и медленно, но все дальше и дальше и дальше. В принципе, речь идет о том, что нас в западных странах просто не хотят видеть. И следующая волна санкций, она коснется не столько нас, сколько тех стран, типа Турции и даже Китая и Казахстана, через которые мы пытаемся зажатые вывернуться. Вот санкции ударят по ним. И я думаю, что с каждым годом намного будет все труднее и труднее обходить запреты на покупку авиационных запчастей, сложного оборудования и так далее. Все будет сложнее. Турция уйдет и продастся запреты. Китай скорее всего тоже будет слабее нас любить. Теперь последнее. В принципе у нас получается ухудшение экономической ситуации. Уменьшение современного технологического импорта Китай не может заменить. Ни Америку, ни Европу. в большинстве товаров. Поэтому те цифры, которые вы приводили, я не спорю, Брегель это хорошая организация, но наверное они не дают нам картины не просто электротехнического оборудования, а самого современного. В результате я полагаю, что наверное если быть оптимистом, то нас ожидает в будущем из-за импортозамещения рост, но не развития. Цитирую мы развернулись и получаем деньги, то мы молодцы, а если кто-то с другой структурой развернуться не может и деньги теряет, это его проблема. Китайцы сейчас четко говорят, что да, если бы мы сейчас были под таким давлением, то мы со своей интеграцией в цепочке добавленной стоимости просели бы гораздо сильнее, и вот такого вот чуда экспортного у нас бы не было. они сейчас думают, что там они со своим Тайванем будут получать, и что в связи с этим делать. Второй аргумент, обратите внимание, что я ничего не сказал про издержки. Естественно, санкции не бесплатны, но только все считали, что у нас должна обрушиться торговля, она взяла и не обрушилась. Ну да, какие-то мы деньги потеряли, но это естественно, при санкциях по-другому не может быть, но смысл в том, что по вот этим четырем позициям мы имеем в общем как бы значит сохранение показателей близко к тому, что у нас было в 21 году. И в общем это как бы это здорово, это деньги, это товары, которые мы получаем. Зависимость от Китая. Ну знаете, как-то вот я всегда привык говорить, что есть взгляд экономиста и есть взгляд специалист по безопасности. Там, где экономист видит сотрудничество, специалист по безопасности видит зависимость. Как опасно, что мы покупаем значит вот у этого. Слушайте, вот представьте себе, специалист по безопасности читает Робинзона Круза. Ну вот у него должна быть идея, что Робинзон должен убить пятницу, потому что он от пятницы зависит. Вы представляете, как это опасно? Ну, мы сотрудничаем с Китаем, вот это моя точка зрения. Мы не получаем супер-пупер-хай-тек. Да, в общем, получаем. Не в тех объемах. Ну, вот как бы, извините, пожалуйста, бабло побеждает зло. Всегда найдется тот, кто продаст, тот, что кто-то другой запрещает продавать. Да, не в тех объемах. Ну, смотрите на Иран. Ну, что там, значит, Китай не торгуется Ираном, что ли? Да, Китай просто уже институционализировал там и банки, и нефтяные компании. Они просто работают только с Ираном. Ну, пройдет какое-то время, я надеюсь, и для нас такие компании они создадут. И не только в Китае. Значит, индийская рубия. Ну, как-то не нужно. Хорошие деньги, очень здорово. У нас там три основных, значит, валютных средства, которые используются для наших импортных закупок. Юань, рупия, дирхема, юая. Другое дело, что мы бы хотели на лучших условиях конвертировать рупии. А индусы, ввиду своего торгового дефицита, они не хотят, чтобы конвертировали. Они хотят, чтобы что-то у них купили. Ну, и идет бодание центральных банков. Ну, в общем, вполне себе такое понятное политико-экономическое бодание. И, в общем, дай бог, чтобы наши получили еще чего-то, кроме того, что мы имеем. А рост без развития? Ну, как рост без развития? Ну, смотрите. Значит, вдруг оказалось, что мы можем производить или хотим производить то, что раньше производили крупнейшие зарубежные компании, которые работали на российском рынке. Да, супер-пупер, там действительно есть две большие отрасли, где действительно есть проблемы. Микроэлектроника и гражданское авиастроение. Вот здесь вот, ну, даже вот последние публикации последних дней по авиастроению, там ОАК, там, значит, о, там не 24-й, 26-й год, да, это проблема. По-остальному, в общем, как бы, потребительские товары есть. Что-то производится у нас, что-то там тянуто и через другие страны. Нужно ли нам ориентироваться на какой-то там супер-пупер хай-тек? Наделали мы этих компьютеров под биг-дейта, ну и как они используются? Ну да, там еще очередного компьютера не построим. Может, и не нужно. Вот, ну, опять-таки, вопрос в чем, что, как бы, либо мы умираем, либо мы из внешней торговли делаем ресурс развития. Вот пока получается делать ресурс развития. Да, конечно, это хуже, чем было раньше, с этим никто и не спорит, но это гораздо лучше, чем могло быть, если бы вот не эти четыре парадокса. Мой месседж ровно в этом. Спасибо, коллеги. Да. Я немножко хотел бы добавить указание на то, что все-таки не беспрецедентная такая история. Да, это беспрецедентно, если рассматривать историю санкций как инструмента политического и дипломатического принуждения. Если же рассматривать санкций, если же это рассматривать в рамках категории экономической войны или экономической составляющей войны, да, то такие прецеденты были раньше. Это можно вспомнить и наполеоновские войны, когда и Британия, и Франция пытались таким способом вести войну. Можно вспомнить то, как британцы во время Первой мировой войны боролись с германской торговлей. Это все очень пересекающие сюжеты, очень похожие. И с этой точки зрения просто хочу тоже немножко в копилку такого пессимизма добавить, что все эти примеры показывают, что вот как вы на предыдущем вашем выступлении немножко насмехались над темой, что у них ничего не осталось, кроме как добиваться инфорсмента, санкций своих, да, что вот эта проблема инфорсмента, она на самом деле очень серьезная, и она, как показывает практика, она решается очень медленно, но в конечном итоге, как показала та же практика, ее удалось решить. Это могло занять два-три года, но в конечном итоге британцы заставили подчиниться нейтральной стране своему диктату. Я тут вижу некие параллели, тем более, что противник тоже. Ну, смотрите, значит, это хорошая тема, значит, ну просто надо понимать, что торговые войны и санкции, они имеют некоторые общие черты, но это вещи разные. И как бы ситуация там с континентальной блокадой, которая действительно один из самых показательных примеров в этой связи, она, как бы, ну, с одной стороны, чему-то учит, а именно учит тому, что у французов ничего не получилось, и чего не достигли, это то, что в Англии возникли те отрасли, которые раньше не существовали из-за французского импорта. То есть, в общем, опять-таки... У британцев получилось. Нет, ну у британцев и у иранцев, у иранцев получилось. Дальний адвокат, это были хорошие санкции. Коллеги, ну мы можем вспомнить и пример золотого эмбарго против Советского Союза, когда у британцев не получилось. Да. Значит, и больше того, надо еще понимать, что санкции это все-таки сложнее. Потому что сейчас проблема платежей. Там платежей не было. Тот, кто готов купить, он получает свое золото, и он вот так счастлив. Сейчас пойди заплати и пойди получи с кого-то, значит, за то, что ты поставил. Здесь, конечно, ситуация сложнее, но, как бы, вывод в целом один и тот же, что крупная экономика с адаптивной внешней торговлей, она, значит, в условиях санкций или торговых блокад не умирает. А наоборот, дает какие-то ростки, значит, боковые побеги, которые, может быть, дороже и менее эффективны, чем раньше было, значит, по импорту. Но, тем не менее, как бы, вполне себе обеспечивают функционирование экономического и хозяйственного механизма. Спасибо, коллеги. Ну, я думаю, мы будем завершать нашу сессию, которая продлилась, да, явно больше нужно, но, я считаю, так, на очень эмоционально-позитивном уровне заканчивается. Я напоминаю, что у нас завтра конференция продолжается весь день, так что мы вновь будем вас рады видеть уже на других секциях, в стенах ИНИОНа. На такой масштабной конференции организованной сразу несколькими экономическими институтами Российской Академии Наук 300-летия Урана. Спасибо.